Всем привет! 731 серия у нас сегодня. Ну, давайте начнем с Кристин. Я показывала... Ну, с Кристин, в смысле, не с девочек Кристин. Теперь будем путать. Скрещение, да, с ритуала. Велла, Гелла и их брат, в кавычках, Бенедикт. Виллу хотите на свидание? Ну, это не горит. Я сегодня не планировала Виллу на свидание. Дом этот я так и не скачала, и не сделала. Знаете, что я думаю? Я, наверное, удалю бассейн. Они меня, честно говоря, заколебали. Куда не приходишь, там, где есть бассейн, они плавают в этом бассейне. Мы очень редко им пользуемся, тем более сейчас будет осень, зима. А потом они все ходят в трусах, в купальниках и как бы смущают нас, вас, всех. Закрашу землю. Ой, 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 не то. Не то, не то. Как же тебя скопировать? Нельзя скопировать. Вот такая, мне кажется, здесь земля. В бассейн пусть ходят потом, не знаю, куда-нибудь на общественные участки. Я их потом очень долго переодеваю. Клейтон, шикарный парень. Ну, посмотрим. Да, мне тоже Клейтон нравится. Рыжий, симпатичный, молодой. Вот, все как надо. Так, мы будем суетиться. Значит, мы начнем тогда у горничных собрания. Как правильно говорить, горничная или горничная? Мне кажется, оба варианта правильные, не знаю. Мне кажется, и так, и так хорошо звучит. Сейчас. Где же эти... Вот собрание. Вот, пусть все приходят и убирают здесь. Пальцы ног во рту достигнут у нас рубеж. Давайте посмотрим на деток. И сегодня, кстати, мы будем им еще отмечать день рождения. Все, вы пока посмотрите на деток здесь. Пусть она, не знаю, давай поиграй. А я хочу вам найти фотографии, как я их крестила. Ну, как я позы делала. Чтоб вам показать. Сейчас, секундочку. Я, кстати, выложила позы. Я эти позы делала, мне кажется, еще год назад. Ну, может, не год назад. Но до ума у меня не хватало времени их довести. В смысле, довести до ума, там, подписать их красиво, там, оформить. Это у меня они были подписаны, там, цифрами какими-то, как обычно, быстро. Вот так я их уже красиво оформила. Можно скачать и фотографировать своих симов. Астров гордничных прям мозолит глаза. Ну, она еще долго будет мозолить глаза, потому что ее в другую семью теперь пристраивают. Потому что после того, что случилось с нашими геями, ее родители побеспокоились о ее безопасности и решили ее отправить работать в другую семью. Фаик прям, ну, оказался жесткий парень. Я не ожидала. В общем, отправляют ее опять в другое место работать. Ну, пусть работает. Это такой метод воспитания, наверное, чтобы на своей шкуре все прочувствовала. Я лично заклеить она, симпатяшка. Да, я планирую... Уберу пока вот эти надписи. Да, планирую отмечать день рождения Чарльзу. Мне кажется, что уже можно. Так, детишек можно всех переместить вниз. Пусть, не знаю, тут играются, ползают. Они сейчас как раз станут тоддлерами. Может быть... Но они пока друг с другом не могут взаимодействовать. Вот, пусть с котом тогда взаимодействуют. Со скотом. Спать, спать рядом с Бенедиктом. Вот эту красопету, в принципе, можно... Давайте мы ее переоденем. Она как бы надсмотрщица. Так, а где гардероб? Не поняла. Гардероб. Она тут по большому счету не работает, а ходит этих девушек, подгоняет, чтобы они занимались. Ну, кошмар они, короче, одеты в чем... А в чем им хочется? Что? Как скучно читать, как скучно... Ничего не поняла. Аструю любери. Мы же вытащили из ада. Да ее пристроили уже в другую семью. Да господи, что ж ты вырядилась-то во что? Оденься поприличней. У нас сейчас будут очень важные гости. Чарльз должен быть пожилым. Иза с Мелоди тоже. Ну, Иза с Мелоди у нас пока только взрослыми. Иза стала, Мелоди еще не успела. Вот. А остальные... Ну, как бы... Чарльза мы повзрослеем сегодня, я надеюсь. Ну, не хочу я так прям сильно торопить события. Мы торопим, да, с Текелинбургов, но не так, что прям мы бежим изо всех сил, стараемся. Мне кажется, у меня платье немножко прозрачное, Лив. Нехорошо, конечно. Да вот, что-то я сейчас только обратила внимание. У нее еще есть одно платье. Что-то, когда я наряжала ее в кассе, не обратила внимания. На месте Дафны после отравления я бы взяла в охапку сына и сбежала куда-нибудь подальше. Ну, Астро... Ой, это... Дафна у нас не из робких. Она такая девушка. Конечно, с королевой ей тяжело тягаться, но, мне кажется, она готова принять этот... Я не знаю, как бы войти, вступить в этот поединок, потому что она так же сражается, можно сказать, за свою безопасность. Ну, кто ее просил с королем связываться? Мелоди не намного старше... младше Изы. Да, Мелоди немного младше. Надо этим девочкам нафиг поудалять другие наряды, потому что у них первый наряд, вот, а они одевают, не знаю, все, что им хочется. Юля, ты на прошлом стриме говорила про Иву, что ее нужно выровнять, но она же была вампиром. Можно оправдать, да, тем, что вампиры долго живут. Надо всех выравнивать. Нет, надо стыки Ленбургов подгонять. Но мы уже почти, ребята, уже отстаем, но не так сильно. Так, Ларри Остин в тюрьме у нас скончался. Бывает такое. Ничего не говорите про королеву. Ну, как тут не скажешь про королеву? Дафна, я думаю, постоянно о ней думает. И Зольда тоже. Ларри откинулся, да. Не повезло Ларе. Так, давайте мы будем планировать вечеринку. Не знаю, кем, давайте, Марселем запланируем. Мы сейчас пригласим очень важных, очень званых гостей, чтобы тройняшкам... Ну, я их буду называть тройняшки, мне так проще. Все понимают, чьи это дети. Да, что Бенедикт сын Дафны и короля, а девочки это стыки Ленбурги кровные, дочери Марселя и Лекси. Ну, будем называть их тройняшками. Мы все знали, что Ларри в тюрьме долго не будет. Ну, да. Это было сразу понятно. Семейный праздник, званный ужин. Где день рождения? Домашний... Можно, в принципе, домашнюю вечеринку? Это не так важно. Организаторы... А, нет, подождите, они переоденутся тогда. Ну, все равно нам нужен организатор один. Давайте Марселя. Так, нам нужны обязательно крестные. Август, но он муж Финеллы. Вы же помните, кто у нас крестил детей? Амадей? Кэндис там была, если я кого-то пропущу. Сейчас покажу картинки. Надеюсь. Сейчас, ребят, чтобы вспомнить, кто кого крестил. Финелла и король крестили Бенедикта. Финелла у нас, по-моему, леди. Кроме крестных никого не приглашаем, потому что я не хочу полон дом. Очень тяжело управлять, наблюдать за ними. Вот, потом сейчас покажу, кто дальше. Кэндис и Филипп у нас крестили старшую дочку. Джульетту можно позвать, ну, чтобы, как бы, они приходили в пары. Интересно будет посмотреть на их взаимодействие. Да, тройняшки – следующее поколение. О, красотка, видели, как похорошела. Кэндис. Эдвард и Эстель стали второй девочке Гэллы крестными. А Джульетта идет... Ну, обычно, знаете, если кого-то приглашают, приглашают парой. Люси мы тоже пригласим, потому что Эдвард сегодня будет крестить, получается, Гэллу. Ну, обычно, ну, не зовут одного. Если это семья, то зовут супруга. Я не хочу там звать всех их детей, родственников. Ну, обычно приходят с супругами, поэтому мы возьмем Надию и Филиппом, по-моему, я только забыла. А Филиппа и Эдварда. Филипп – дядя родной. Так, подождите, это Руперт. Как мы на том стриме чуть Руперта не убили? Я перепутала. Я увлеклась. Вообще-то, я как бы знала. То есть, я, ну, потом я поняла, как же я так затупила. Какие-то допы непонятные надо удалить. Так, Эдвард есть, Эстель есть. Они рядышком, хорошо. А вот Филиппа что-то я не нашла. Сейчас вверх помотаю. Так, можно взять Кларка. Ну, это Эштон, как мужа Эстель. Ну, я не буду сейчас его специально искать, потому что не хочется. Скажем, что дома остался, на хозяйстве. Все равно мы сегодня этой семьей поиграем. Филипп не нужен. Все, Филипп и, по-моему, все. Джульетта не к любовнице пришла. Джульетта пришла с королем, потому что король сегодня крестит своего сына. Но все думают, что он крестит просто мальчика какого-то. Давайте мы Лекси попросим в баре работать. Идти к той, кого пыталась отравить. Убийцы возвращаются на место преступления. Слышали о Инзой. Мне сегодня написали, мол, такая игра есть. Посмотри. Ух ты. Я посмотрела. Прикольная. Прикольная. Я потом еще посмотрю, что это игра. Но мне кажется, как бы графика там шикарная. И Инзой это как бы тоже симулятор. Вот. Но мне кажется, что там функционал еще слабый. Но, по-моему, вообще круто. По графике шикарно. Не знаю, ничего пока говорить не могу, потому что я там пару видео посмотрела. Но на первый взгляд мне очень понравилось. Уберите фотку. А, уберите фотку Кэндис. Сейчас. Давайте я... Мы начнем как бы крестить детей. Да ё-моё, ну чё вы переодеваетесь, сволочи? Как же я вас ненавижу. Это... Это просто кошмар. Вот мне так хочется, чтобы Симы вот делали, что ты хочешь. Вот сказал ему, делай это. И все, он делает. Нифига. Я, конечно, свободу воли сама им включаю. Потому что без нее они стоят как истуканы. А, это Люси пришла. Я ее даже не узнала. Думаю, кто такой Реи. Фото убери, оно мешает. Окей, окей. Так, ну, у Эстель нет там какого-то крутого наряда, потому что она не это... Без титула у нас обычная. Да, в Sims 4 тоже функционал страдал. Ну, я в нее не играла. У нее пока только есть демо-версия. Я ничего сказать не могу. Ну, я, наверное, посмотрю, что это за игра. Может быть, даже... Ну, не знаю, короче. Посмотрим. Но мне, на первый взгляд, очень понравилось. InZoi как правильно пишется? Ну, английскими буквами. In... Z... O... Я не помню. Ну, как-то так оно пишется. Сегодня вышла демо-версия создания персонажа. В нее можно будет играть до 26 августа. Я посмотрю, ребят. Я посмотрю. Ой-ой-ой. Что тут Эстель делает? Так, давайте мы найдем наших крестных. С кем мы будем тут... Их же нужно породнить. Эдвард только приперся. Я их буду переодевать. Такую более приличную одежду. Так, вот, королева ходит. Королева должна была на этот прием очень сильно подготовиться, чтобы выглядеть на фоне своей соперницы идеально. Если что, ну, как бы, королева все знает. Она ведь лично даже этих детей увидит. Ну, давайте, вот, давно она в этом синем платье не была. Корона у нее такая. Посмотрите, как она Дафну окидывает взглядом таким пренебрежительным. А Дафна застеснялась, я не знаю, ей стыдно стало. Ага, конечно. Говорит, кот у вас не нравится мне. Нет, Клариса не рожала еще. Смените одежду, Эстель. Да я думаю, что Эстель-то особо и сменить не на что. Я не знаю, где Эстель. Кэндис там расстроенная вся, потому что муж у нее умер. Тут война, она просто переоделась, и все, я полстрима меняю им наряды. А, я Финеллу, кстати, не пригласила. Не пригласила Финеллу. Король понял, что там жена и любовница. Две любовницы, жена и две любовницы. Ай, кошмар. Перешил, ну его нафиг. Нет, дорогой, придется тебе сюда идти, в логово змей. Давайте он возьмет своего сына, поговорить с Бенедиктом. Я очень надеюсь, что он знает Финеллу. Он должен знать, ну, как бы, не очень хорошие отношения, но он жену брата знает. Мы ее сейчас вызовем. Познакомить. Вот сейчас он с Финеллой познакомит. Леди Финелла бежит. Отлично. Король и Финелла будут крестить Бенедикта. Значит, как у нас получается? Я думаю, что все-таки Финелла не знает о том, что это сын короля. Возможно, она догадывается и не задает лишних вопросов, мне так кажется. Но, по идее, она не знает, что это сын короля. Король, конечно же, брату своему родному рассказал. Вот так и так. И я думаю, что он попросил, чтобы Финелла стала крестной. Чтоб они вместе крестили. Да ёкала, мэнэ, только не сгорите. Не сгорите. Как я вас люблю. Филипп, Филипп, пожалуйста. Мы уже Финека потеряли. Кто потушит? Кто потушит? Лекси, беги, туши тебя. Не жалко. Ну, блин, ну, кто-нибудь потушите. О, Кирияна. А вы хотели Кирияну отравить. Кирияна топчик. Просто. Просто молодец. Всё, и Лексия пришла. Чтоб наверняка потушила. Выбежали все. Детей пооставляли. Вэлла валяется. Так, всё, будем с Леди Финеллой знакомить. Король рассказал брату о том, что у него есть сын внебрачный. Он ещё это, помните, у нас было какое-то мероприятие. Он там с братом поговорил. Короче, брат всё знает. И брат попросил свою жену крестить малыша, потому что, ну, король сказал, если со мной что-то случится, чтобы вы позаботились о нём, так как больше некому будет. Вообще никто не знает о том, что это его сын. И вот, как бы, жена его брата станет крёстной. Ну, блин, ну, идите вы. Пенелопа больше всех испугалась. И Люси тоже. Да, мы кириане гриль её восстановили. Финелли корону сменить. Ну, можно будет. Вообще я на стриме хотела сменить уже. Сейчас не хочется на это время тратить. Так, вот. И они будут крёстными мальчика. Она, скорее всего, догадывается, потому что очень похож он на короля. Я думаю, тут, как бы, было всё понятно без слов. Она согласилась стать его крёстной. Вот, и будут они о нём заботиться. Я хотела, чтобы они взяли, ну, ну, нифига. А Финеллой я управлять не могу. Ну, и фиг с ним. Ладно, давайте следующего крестить. Кто у нас там? Сейчас посмотрим. Кэндис. Вот. Кэндис и Филипп будут Веллу крестить. Где у нас тут погорелец? Венди пришла. Венди пришла посмотреть, как Веллу будут крестить. Имена у них похожие. Надо его взять управление. Я его отправлю пока искупаться. Да нет, есть мод на управление Симом. Просто тоже не хочется всех в контроль брать. Вот, смотрите, Эдвард с Эстелли общается. Давайте тогда Эдварда возьмём в контроль и будем крестить младшую дочку. Гэллу. Так получилось, что Гэллу будут крестить два стеки Ленбурга. А, попросить, чтобы познакомили. Он её не знает. Ну, вот сейчас мы это и исправим. Мы же отношения не подняли. Отношения. Выбрать уровень отношений с активным Симом и выбираем лучшие друзья. Всё, и теперь он, наверное, сможет познакомить её. Или, может быть, познакомить могут только родственники. Не знаю даже. Играть в ку-ку. Наблюдать. Наверное, не может он познакомить, потому что он не отец. Королева пошла, потопталась по детям. Так, ладно, стой. Давай тогда с тобой будем отношения. Мэдди умерла. Что-то пачками стали умирать. Мэдди, да, умерла. Получить еду от Эстель. Можно как-то на руки, чтобы она её взяла? Улыбаться, Эстель. Ну, давайте, помогите. Попробуем её позвать, что ли. Так, пришлось мне всё равно всех взять в контроль. Давайте, сесть сюда ровно. И тоже иди, сядь сюда ровно. На твой взгляд, да. На твой взгляд, дафна эффект не королевы. Но дафна, дело в том, что дафна у нас моложе королевы намного. Дафни у нас года 23 Не знаю, сейчас Давайте уберем этот мурлет А королеве уже под сорокет Да уже больше У них разница лет 20 Просто королева там оболаживается Королева вроде бы взрослая у нас, правильно? Взрослая Ей уже там, ну, еще немного И становится пожилой Я ей скин такой сделала, чтобы, ну, как бы Морщины не были видны Она взрослая Она ее лет на 20 старше Конечно, Дафна выглядит получше Так, все Гэллы у нас будут крестить два кровных стыкеренбурга Почему так получилось, да? Ну, я долго думала, вообще, ну, кто кого будет крестить Ну, задумывалась об этом Можно было как бы разделить Но, получается, в другом случае Если бы мы поменяли бы местами То тогда бы у одной девочки было бы два титулованных крестных А у другой два нетитулованных Поэтому у Гэллы с титулом будет крестный Вот, а мама будет обычная То есть, мама у нас без титула А, ну, то есть, крестная мама Вот, а папа у нас граф Граф Эдвард Вот, ну, а Эстель крестная Они крестили у нас Гэллу А Вэллу будут крестить наоборот Там крестная Вот Вэлла Давайте мы познакомим, где Кэндис ходит Кэндис нужно найти Надо было не брать этих мужей и жен Теперь из-за них я потерялась Вот Кэндис Мы можем познакомить Я думаю, что познакомить Вот, с Вэллой Кэндис Кэндис и Филипп будут крестить Вэллу Вэлла старшая, которая Гэлла помладше Вэлла старшая То есть, у Вэллы будет крестная с титулом Вот, она там двоюродная тетя Потому что это родная племянница Кирианы По Тейлорам Мы все крестим Они все или родственники, или друзья А Филипп это дядя родной То есть, это брат родной Дафны Но Вэлле он родственникам не приходится Но об этом никто не знает И сам Филипп тоже не знает Филипп думает, что как бы сестра тоже родилась Этих двух девочек Ну, это большой-большой секрет Что, Дафну? А Дафна тут так и сидит Бухает А король аж Всеми красками покрылся Давайте Дафна выйдет, я не знаю Поговорить, что ли, с королем Хвастаться младенцем Так, где у нас Вэлла? Вэлла уже спать пришла Ну, значит, отправим сюда крестных ее Чтоб они на нее посмотрели И добавим эти самые отношения Что-то не могу заменить Починить Боже, вроде никого не приглашала Такая толпа Появляет Симон Так, они будут Вэллу у нас крестить Новый подросток Адриана, да, подросла Норберт Марси взрослеет И Адриана взрослеет Будем уже устраивать школу Не балл, а школу Начинаем, наверное, может быть Не на следующем стриме У меня столько сюжетов Я не знаю Я на следующем стриме опять все не успею Надо как-то Все-таки брать меньше сюжетов заказных Будет, пусть будет очередь длинней Но мы балл не будем успевать Иначе не балл А точнее вот это вот обучение Так, возьми давай ее На руки Отношения Выбрать Уровень отношений с активным Симом Вот Сто процентов сделаем С крестной мамой отношения Кеннис, она Мы знаем ее характер Да, она та еще стерва И скоро Оскар, наверное, умрет Она станет наследницей Там, я думаю, вообще жесть тогда начнется Но, тем не менее, как бы Ну, к своим родственникам Я думаю, она нормально относится И, в принципе Ну, вряд ли она что-то плохое сделает Велле Ну, как бы с Кирианой Хорошие отношения Может быть, даже она как-то ей в будущем И поможет Такой вот Велла с Филиппом стали лучшие друзья Может быть, Филипп когда-нибудь узнает Что Велла Это его неродная племянница Но это вряд ли там Как-то испортит отношения Вот Он ее уже крестил И, значит, будет как бы тоже нести за нее ответственность Почему сын Дафны считает короля отцом? Ведь его воспитывает Марсель Сын Дафны не считает короля отцом Он думает, что король это его крестный Сын Дафны сам Ну, он еще маленький, вообще, чтобы что-то понимать Но, когда подрастет, конечно, он не будет знать Так вот Гэлла уже спит Мы сейчас им будем отмечать день рождения Велла спит И остался у нас Бенедикт К которому мы отношения не подняли Так, а где же Джульетта ходит? Мне вот интересно, как она так ходит Знаете, мимо этих детей Чуть ли не наступая на них Вот, Бенедикт лежит Сейчас мы ему Ну, с королем у него и так должно быть Хорошее отношение с отцом Давайте сделаем сто процентов И крестное у нас будет Финелла Вот, если что случится Например, с Дафной или с королем То Финелла будет Ну, крестное, ответственное за него Не знаю Ой, уходят, по-моему А, нет, это девушки вышли в сад поработать Сейчас немножко посмотрим Ух ты, ух ты, пух ты Джульетта, она понятия не имеет О том, что Кэндис Любовница короля Она знает и как бы помнит Вот эти прошлые все приколы, да И из-за этого она недолюбливает Кэндис Но я думаю, что она думает, что все в прошлом Хотя все же Ну, веселая Блин, да какая же ты веселая Не до веселья тебе Хотя, наверное Она так с опаской смотрит На Кэндис, на короля Чтоб мало ли что там не получилось Беременность у лошадей О, боже Так, давайте взрослей Торчик уже съели Сейчас мы попросим Лекси торт сготовить новый Дафна говорила королю Что сын короля зовет его папой Кто тебе такое сказал, Изольда? Это ты сама придумала? Бенедикт не знает Что его отец король Он думает, что его отец Марсель А король его крестил И это большая честь Для него, что его крестил сам король Братуха знает Братуха знает И они попросили жену брата Чтоб она крестила Так, а мы пытаемся Типа сделать Тортик Что я говорила, то нет Ну, крестный отец Так, еще раз говорю Он его родной отец Но об этом знают Что у него с мордой? Морщины какие-то стремные То, что король его родной отец Об этом знает вся эта семья Кири Яна знает Марсель Ну, Лекси тоже Потому что это же не ее сын Она догадывается Я думаю, тут много лет проработала Все, больше никто об этом не знает И сам Бенедикт тоже не знает Ну, уже выяснила королева Да, уже выяснила Кэндис Об этом А остальные все думают Что это его крестный Ну, как бы крестник Да, нет Это не скин лагает Мне кажется, что Просто какие-то морщины Я скачала Которые вот добавляются Надо их удалить Кота не кормим, наверное Да нет, кот накормленный Так, все Тортик есть Тортик есть Все, добавляем свечи Кот болеет Ой Бедное животное Ну, я ничем ему помочь не могу Мы сейчас его в ветеринарку не поведем А мудлета там болезни удалить Такого нет Так, все У нас есть король под контролем Давайте мы Попросим его Помочь задуть свечи Бенедикту Как-то вот эти вот наши красопеты Не особо убирают Ага, поломалась Поломалась посудомойка Не жри Не жри Так, ну я попробую их сюда Телепортировать Торт с кошачьей попой Да хоть какой Пусть уже задуют свечи Дафна Дафна взяла сыночка Как-то Мне кажется, она хочет Совместное фото с королем Чтоб Побольше их вместе видели Ну давайте пусть Дафна задувает свечи Раз так сильно хочет Она уже держит его в руках А нет, король взял Отлично тогда Тогда отлично Так, подождите Я хочу посмотреть Что у него за черта характера Чтоб не было противоречий Он впечатлительный Ну посмотрим Что нам может выпасть сейчас Гениальный Персонаж Испытал Озарение Филип получает Усилитель для Одного Что-то там получает он Так, Бенедикт получает Черту характера Идеальный младенец Кстати, по-моему Бывает еще счастливый Младенец Что-то такое Он был впечатлительным Тут, кстати, пишется Можно не смотреть И сгенерируем И сгенерируем ему Неугомонный Не знаю Ну, наверное Не противоречит Мне кажется Впечатлительный Такой Плаксивый Немножко Но Неугомонный Это более активный Ну, ладно Не противоречит Я уже буду Знаете Я не люблю Это перегенерировать Ну, если уж совсем Совсем Да, блин Он же Вылитый Папанька Пухленький Ну, так Не такой, конечно Он и пухленький Ну, так Пузо Второе пузо Третье пузо Так Дальше Свечи Кто у нас будет Кто Кэндис Где Кэндис Кэндис будет Она крестная Сегодня не мамы И папы А крестные И будут Детей Подносить К тортику Теодора Мады Не сожри Скотина Сейчас я тебя знаю Теодора Мады Отправил Подарочек Видите Братику Отправил Подарок Дебора Отправил Подарок Финик В очках И в шляпке Отправил Подарок Филип Отправил Подарок Подарков У нас много Так А вы у нас Крестили с Филиппом Веллу И давай тогда Вот Велле Отметим День рождения Велла у нас Какая у нас Велла Велла лучик Солнца Она спит Походу Наш лучик Солнца Да Велла Спит Надо Ее Телепортировать Сюда И Геллу Тоже Телепортируем Так Все Бери Свою Крестницу Так Люси Видите Познакомилась С королевой Графиня Люси Да Кстати Мужики Всякие Ходят Усатые Я Удалила Мод НПС Потому что Сегодня будем Играть В Курином Городе Будем играть В Курином Городе И я хочу Сходить на Ярмарку Поэтому мне Пришлось Этот мод Удалить Но вот эти Всякие Черти Нагенерируются Усатые Я их Поудаляю Дафну Тут свои Танцевальные Способности Демонстрирует Юля Может раз у короля Две Любовницы Он не так сильно Любит королеву Значит так Ребята У нас будет На следующем Стриме Свидание Короля И жены Его Королевы И мы Все это Обсудим И в общем Все это Он ее любит Не надо Не слушайте Изольду Он очень Любит Свою жену В первую очередь Он ее уважает И он ее любит Больше Чем любовниц Вместе взятых Я думаю Потому что Жена Это его Я не знаю Как это Объяснить Когда он был молодой И ему понравилась Кэндис У него появились К ней чувства Страсть Когда он узнал Что она без титула Он выбрал Джульетту То есть для него Превыше всего Государство А Джульетта Это как раз Вот и есть Это государство Они вместе Двоем Олицетворяют Государство И поэтому Кэндис Дафна Это там Страсть Там Ну что-то такое Личное А ну Джульетта Это навсегда Forever И я думаю Что король Сделает все возможное Чтобы Ну они были вместе Всегда Ну мы еще будем Об этом говорить Это кошмар какой-то Я не могу Почему так Хоть не приглашай Их совсем Возьми ее на руки И отнеси ее Сюда Да Да Сегодня планирую Стрим по Стекиленбургам Ну долго Соображает Кэндис Тупая Просто вообще Кириана Ей уже говорит Слушай Давай я уже Нарья задаю Свечи Раз ты не умеешь Ну не может Давайте Филипа Попросим Может крестный У нас более Расторопный Может девочку Нужно восстановить Не знаю О Она уже даже Сидеть научилась С перепугу Так Помочь Задуть Свечи Насчет Тиары Да Мне предложили Финелли Одеть Ну такую Более Большую Побольше Тиару Побольше И в принципе Я согласна Потому что у нас Вот графиня Люси Тиара Большая Какая-то Баронесса Всего лишь Кэндис Вот с такой Тиарой А герцогиня Очень скромная Да Конечно Ей нужна Тиара Побольше Согласна Так Вот Крестный У нас Решил Крестная Не захотела Ну и зря Крестный У нас будет Выдевать Свечи Так Она у нас Лучик солнца Лучик солнца Наш Возрослей Давай Вот ты какие Длинные волосы Тоже получает Черту характера Идеальный Младенец И лучик солнца Легкомысленная Хреново Хреново Не знаю Дурашливые Любопытные Эти малыши Обожают Рассказывать Анекдоты И играть Ну в принципе Братец неугомонный Это такая Игривая Легкомысленная Нормалек Надеюсь Что перерастет Но вот я думаю Что если она Вдруг станет Ребенком Гением Наверное Это будет Противоречит Немножко Хотя не знаю Так А ну-ка Покажись 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 Ничего не понятно Вообще Ничего не понятно Ну вот Как мама Ее такая Грустная Что ли Нет Веселенькая Ладненько Сейчас Гэллу Повзрослеем Гэлла Наверное У нас будет Копией Веллы Вот Увы Так Ну что Граф Граф Эдвард Иди Свою Ой Это Марсель Тут с ней Так Я не знаю Где А вот Граф Эдвард Давайте Остель Пусть Ну к сожалению Все равно Вот эти Тоддлеровские Черты Они Они Не отражаются В будущем Никак Практически Это очень плохо Кто Ну я запомнила Я не знаю Как вы Я запомнила Веллу У нас крестила Кэндис И Филипп А Гэллу Вот ее Крестная Стоит Как ее На руки Взять А Гэллу У нас крестили Два Стыкиленбурга Эстель И Эдвард Мне Все понятно Я запомнила Мы Если что Им эти Подняли Отношения И сами Дети Будут знать Чтобы Марсель Побольше Времени Проводил Да видите Толпа тут Так Какая скотина Я тебя убью Сгенерированная Тварь Отдай Куда Ну все Нету тортика Нету тортика Нету тортик Нету тортик Блин Вот как Потом с вами Поступать Конечно Конечно удаляешь Вас К чертям Собачьим И так И так Только Понесли Понимаешь Вот теперь Буду опять Полчаса Уговаривать Отнести Ребенка Тварь Как тортик Как тортик Так Вот как теперь Уже и такого действия нет Ну реально Я раз двадцать Нажимаю Отнести Ребенка К торту И они Вот идут На раз двадцатый Уговаривать Триста лет Приходится Эстель Крестила У нас Получается Гэллу Вместе с Эдвардом Два стыки Ленбурга Крестили у нас Младшую дочку Марселя У Вэллы Я не очень рада Конечно Я не очень хотела Чтобы у Вэллы Филипп Был Крестным Потому что Он все-таки Со стороны Дафны Но никого Больше не было Из родственников Поэтому пришлось Ой Оно как бы И Эдвард Как она прикольная Непоседливая Блин Вот ей бы быть Неугомонной Она получается Значит Вэлла была Лучик солнца А Гэлла Непоседливая Блин Я очень хочу Неугомонную Давай Ангелочек Ну вот Ну хрень Вот почему Вэлле Это не выпало Ангелочек Давайте Попробую Перегенерировать Во Неугомонная Ну пусть будет Со второго раза Вот Вэлле Быть ангелочком После лучика солнца Вот пусть они С братаном Своим Это Дебоширит Все Девочки Наверное Одинаковые Я сейчас Поубираю Этих С контроля Потому что Я боюсь И я боюсь Что это Поудаляются Симы Поэтому Кем я управляю Сейчас Тихонечко Поубираю С контроля Вот Клендис Еще управляет Бенедикт Копия Матери Ну Хрен с ним Пусть У них еще Рожи Такие вот Грустные Прям вообще Никакой Игривости Фебе Не была Похожа На Поле Она Больше Была Похожа На Юджина Так Все Сейчас Сфотографирую Ее В таком же Ровненько Поставлю Еще раз Смотрим Это Гэлла Младшая Которую Крестили Два стыки Керенбурга А это Вэлла Что В последнее Время Кирья Начну Да Отлично Я согласна В последнее Время Кирья Чувствует Себя Счастливой Вот Сейчас Да На ее Лице Улыбка Она Викантесса Она Кайфует Вот я Согласна Отличная Перемена Она Перестает Быть Угрюмой И Наслаждается Жизнью Кэндис Звонит Поболтать Конечно Тетя Свои У нее Очень Хорошие Отношения С Кэндис Со своей Племянницей Любимой Вот И Племянница Теперь же Крестила Внучку Ее И она Надеется Вот Как бы Что Кэндис Будет Там Вэлле Может быть В будущем Помогать Крутяк Давайте Пусть Папа А то Говорите Что Папа Там С детками Мало Общается Вот Пусть Что Ты можешь Сделать Ну Обнять Нельзя Наверное Историю Расскажи Дафна Уф Очень Эффектная Так Давайте Балаган Разгоним Потому что Они тут Ходят В чем Непонятно В чем И пусть Лекси Одна Тут А Кто У нас Гэлла Гэлла Гебоширка Такая Растет Вот она Как-то С самого Начала Я ее Даже Более В такое Красненькое Дела Такая Более Шумная А Вэлла Более Спокойная Хотя Вэлла У нас Получается Выросла Легкомысленной Не очень Это понравилось Основная Черта Любит Воду Что это Значит Вэлла Просто В восторге От воды Мы Красс Бассейн Продали Малыши Любят Воду Часто Брызгаются В лужах И в унитазе Офигеть Она любит В унитазе У нас есть Детский Бассейн Вот Будут О Кстати Их можно Сюда Сейчас Сейчас Я уйду Отсюда Вы наверное Уже надоели Надоело Вам на них Смотреть Сейчас Я уйду Отсюда Пусть Они Просто Пока еще Такие Летние Денечки Поиграют Кататься С горки Пусть Гэлла С пацаном С горки Поскатываются А папа Пойдет И Искупает Тогда Вэллу Раз Вэлла У нас Воду Любит Надеюсь У Дафны Появится Дочка И она Повторит Внешность Матери Я надеюсь Что у Дафны Больше детей Не будет Очень Мне не хочется Детей Еще А Смотрите Горка Стоит Неудачно Они Походу Не могут Подойти К горке Чтобы Скатиться Я не хотела бы Дафне Больше Дафна Очень Красивая И конечно Ее внешность Обалденная И Хочется Да Девочку Такую Ну блин Давайте Подумаем Так Логически Куда Ее Еще Одного Ребенка От Кого Во-первых Она Сама Не захочет От Кого Другого Кроме Короля Конечно Она захочет От Короля А Зачем Королю Еще Один Бастард О Кстати Они Могут Двоем Они С Геллой Могут Слепить Что-нибудь Так Иди Иди Не мешайся У тебя Там Работы Полно Еще Оделась Не пойми Как Сейчас Якирияна Покажет Кузькину Мать Иди Пылесось Да Королю Уже Хватит Детей У него Трое То есть Это будет Четвертый Зачем Он ему Нужен Ну а Дафна Ну она Кроме Как от Короля Она Больше Ни От Кого Не Захочет Рожать Ей Никто Не Нужен Ну От Кого Она От Марселя Что Ли Родит Нахрен Нам Еще Один Стекелинбург И Ну Зачем Я Не вижу Вообще Никакого Мужчины Который Мог бы Дафне Стать Интересным После того Как она С королем Связалась А четвертого Ребенка Королю Мне кажется Не стоит Ну она Очень Интересная Внешность У нее Я не знаю Как она Такой Красивой Родилась Потому что Ну хоть и все Говорят Что Дебора Была красавицей Вот непонятно Она Мне кажется Даже больше На финика Была похожа Чем на Дебору Дебора Такая у нее Лицо Узкое Не знаю Ну красивая Прям безумно Выросла Ну с четыре Она Она С этом С тремя стэками Переспала Тоже Конечно Дамочка Очень интересная Внешность Хотелось бы Дочку Ей на нее Похожую Но Нет кого Слепили Какую-то Ерунду Так Все Я не могу Отсюда Уйти Сейчас Уйду Обещаю Хочу Чтоб детки Как-то Между собой Поиграли А вот Он как Будущий король В костюмчике Но Одень что-нибудь Попроще Есть Обычный Наряд Я хочу Чтоб Они Между собой Поиграли Как-то Песенку Поют Нужно И костер Разжечь Домашний Этот Осенний Денек Ну Прекрасно Вся семья Вышла Им Ничего не остается Как терпеть Друг друга Ну в смысле Кириане И Марселю Марсель с ней Не спит Естественно Там Никакой романтики Нет Но им нужно Поддерживать Видимость Нормальной семьи Потому что Ну как бы Иначе Это все Рухнет Это Можно сказать Приказ Короля У вас У вас тут уже Спор Зачем Королю Детей Я поняла Чат разделился Половину Хотят Королю Детей Половину Не хотят Не получается У меня Костер Разжечь Хотела им Тут такой Уют Создать Фигушки Ну и ладно Все Я хотела Глянуть Что там У нее Получается Вот эта черта Характера Любит воду Давайте вообще Посмотрим Вэлла у нас Способная Ученица Общительная Бродяга Этот малыш Часто куда-то Уходит Ну вот я вижу Пошла куда-то Сбегает Бродяга Девочка Бродяга А ты Неугомонная Общительная Любит Разрушение Ну вот Это Маленькая Разрушительная Ну я так вот Оно мне С самого начала Ее даже более Гэлу Более яркие Одежды Одевала Шебутная Такая девчонка А Вот видите Давта конечно С сыном Своим больше Времени проводит Она девочек Этих не обижает Они ей Эти девочки То есть Она неплохая Мачеха Она Ну ей не нужно За ними смотреть Есть няня Есть там Добромботницы То есть Она и к ним Неплохо Относится Ей просто на них Плевать Они для нее Не представляют Никакой угрозы Они Не дети Короля Они Ну Короче Живут себе И все Так что я Хотела на пацана Посмотреть Неугомонный Идеальный Очаровашка Эрудит Обаятельный Любит книги Ну в принципе Хорошее качество Да для будущего Короля Но к сожалению Наверное Но не факт Ну блин Но я все равно В нем папу вижу Вы говорите На маму Похож Может быть Ладно Все надо отсюда Уходить Потому что Иначе Меня не вытащишь 20 часов Вечера Идем рожать И сохраниться Мне надо Что Уже собрались Скидываться На ребенка О господи Зачем Ну объясните мне Зачем Королю Четвертый Ребенок А другого Ну От кого бы Дафна Могла бы Родить Ты такой Потрясающий Человек Благодарный За твою добратою дружбу Хочу вручить тебе Подарок Это кому она хочет Вручить Наверное Или Марселю Или Гелле Ребята Я очень попрошу Вот тех Кто вырос Там у нас Детки какие-то Подросли Вы мне напишите Я между Между стримами Одену их Чтоб это еще Ну на них еще Не тратить время На стриме Тех кто подрос Я между стримами Одену Покажу Вдруг Пузатая девочка Получится Так может Она может быть Копией короля И пузо Огромное Это ж Да Хотелось бы Конечно Чтобы девочка Ну Девочку Да Можно Крубникой Регулировать Это Не знаю Зачем Карлев Четвертый ребенок Это У нас четверо детей Всего лишь По пальцам Можно сосчитать Четверо детей У нас долго Был один Только Счастливый Отец четверых детей Это Флориан Потом Эва Таким Образом Получилось Ну Там Вообще Две Двойни Это все Благодаря Олесе Скажите Ей Спасибо И тут Ну Как бы Давно То есть Недавно Король Тем более Король Там Такие еще Начнутся Эти самые Так Ну что Давайте У нас Первая Брачная Ночь Идем Делать Ребенка И О Блин А у них же У них Спальни Нет Они Где Здесь Жить Так Давайте Их Отправим Сюда Нет К родителям Что-то я Перепутала Кто их Родители Все А родители Пусть Тут Общаются В душе Можно В уху Да Можно было В душе Я не догадалась Ну ладно Пусть Вот теперь Мы Очень долго Ждали Пока Они Пойдут Она Думает Что Она Бухает А не Она Думает Что Она Зонтик Держит Ух ты Шикарная Женщина Ребята Насчет Имен Я Собственно Не знаю Может Наверное Сейчас С вами Посоветуюсь Я думаю Что Если Родится Мальчик Можно Назвать Его Луи Ну Типа Луиза Луи Мне кажется А вот Если Девочка Я Не знаю Может Что-то Предложите У меня Есть Вариант Назвать Ее Элиза Потому Что У нас Есть Луиза И Элиза Будет Очень Похожа Но Проблема В том Что У нас Сейчас Уже Есть Элоиза Так Зовут Дочку Эммита Что Похожа Будет Путаница Может Быть И еще Заказали Имя Еще Заказали Ну Эль Сюда Они Пришли И еще Есть Имя На Очереди Стоит Эльза Если Там Конечно Девочка Родится Может Там Мальчик Родится Вот Я Не знаю Стоит Ли Назвать Элизой Но Мне Очень Хочется Лукреция Люди Лукреция Ничего Лукреция Как-то Смешно Даже Вы Можете Дать Это Первую Брачную Ночь Наглющие Родственники Так Винсент Какой Парень Я прям Отсюда Вижу Он Просто Огонь Подросток Стал Ух Ты Я Вот Отсюда Вижу Он Огонь Мне Это Кажется В общем Мальчик Мне кажется Луи Тут А девочка Ну Лукреция Не нравится Лучия Лукун Не Лукун Тоже Не нравится Луция Лютая Ну Да Лютая Элисон Элисон Ну Элисон Элисон Можно Элиота Например Внучку Назвать К примеру Элисон Напомните Мне потом Я может Запишу Дочку Элиота Элисон Можно Назвать Лунария Короче Давайте Пусть у нас Будет Пацан О Сюда Пришли Я им А Так Отлично Так это же будет Их спальня Она С зонтиком Выкукается Гэнзи Точно Это будет Их спальня Что-то Ее затупило Мы им Сейчас Даже Здесь Выберем Не Выберем А вот Выбрать Левая Сторона Лекларис И Правая Сторона Для Майрона А потом Можно еще Обниматься Обниматься В кровати Лилиана Беатричи Что в честь Луизы Давайте в честь Беатрис А в честь Беатрис Это как Леарис Или в смысле Вообще Беатрис Нет Я так Имя дублировать Не хочу Лаура Лата Странные Они ребята Я думала Они будут Обниматься В кровати Это так Все И думают Что у нее Зонтик В руках Страстные Отношения У них Лизет Давайте Если девочка Эльза Подарим ей Ринки Не я хотела Элиза Луиза Элиза Ну как-то так Лаура Да Это Это мама Финика Лизавета Лолита Луара Люция Будем надеяться Что будет Мальчик Ничего Мне не нравится Мне нравится Элиза Ну от того Что есть Элоиза У этого У Эммета Как-то хреновенько Получается Все Виллу Как видите Вообще у нас В коридоре Спит живет Давайте посмотрим Что там у Виллу На личном фронте Что у нее тут В этом В купидоне Посмотрим Не она будет Теперь она и рожать Сейчас будет С этой штукой Так Знакомство А что у нас Тут в сохраненных Профилях Клейтон Можно ему еще Как-то лайк поставить Или что-то Можно его позвать На свидание А Гарольд Он у нас Уже лайкнутый Гарольд Марвин Ну Марвин По возрасту Ей не подходит Он уже Не написано Что он молодой Ну значит Он вот-вот Станет взрослым Клейтон А Давайте Обновим Страницу Сероша Ну хватит С нас Вампиров Да Герман А почему Герман Здесь Ты женат Надо проверить Может они не женаты Скэрри Может я забыла Каль Это сгенерированные Гады Лоренцо Феррант Ну родственник наш Винсент Джордж Блин Лайкну его Не хочу Конечно Я С Титулованными Тусить Но вот С Клейтоном Можно было бы Сходить на свидание Жалко что они Сами там не пишут Ну как-то Может в кролик Общение Их добавить У нас же есть еще кролик Открыть кролик Общение Давайте Добав Мы не можем Добавить в кролик Получается Вот их Оттуда Это плохо Юля Куда можно Написать Чтобы попасть В беседу Вконтакте Куда можно Написать Ну напиши мне Я тебе ссылку Скину Сейчас просто Ты можешь Зайти Все Беременная Она И вступить Я сейчас Скину просто Ссылку На саму Группу Вконтакте Там есть Там есть Беседа Потом Напишешь Мне В сообщении Группы Я тебе Скину Ссылку Если не найдешь И еще Давайте Скину Эту Телеграм Там тоже Есть Беседа Как попасть В беседу В Телеграме Сейчас попробую Скинуть Ссылку На беседу В Телеграме Ну Я не знаю Вот это Вверху Это Повыше Это группа В Телеграме А вот еще Беседа Попробуйте Туда Войти Так Ну что Наверное Не будем Она так и спит Зонтиком Короче Я прям Очень хочу Мальчика Потому что Ну Блин Ну я Элизу Хочу Будет Девочка Я назову Элиза Мне очень Хочется Будет Опять У меня Какая-то Вот Фигня Помните Как было Дора Доротея Четыре Симки Были На букву Д Долорес А сейчас Будут На Э Наверное Это Не специально Так Получилось Так Кроватку Ну это Будет Их Комната Я Забыла Что Эта Комната Освободилась Добавь Клейтона Вконтакте Ты В Купидоне Руководство Я попробую Я не знаю Как это делать Клейтон А Добавить Вконтакты Так я и Гарльда Добавлю И Винсента Добавлю А что Оно дает Написать Что Ли Можно Что Можно Позвать Вы Связались С максимальным Количеством Персонажей Сегодня А В день Можно Троих Добавлять Но Я не вижу Вообще От этих От этого Никаких Преимуществ Что Он Вконтакте Может Он В кролике Общения Появился В этом В этом Диком Кролике Люська Станет Дедушкой Люська Ты готов Всегда Готов Люська Готов И Луиза Готова Наверное Это Не Верится Точно Здесь же Спальня Свободная И Переезжать Никому Не Надо Лариса Иди Это Твоя Уже Кровать Так Ты Посмотрела Кролика Сядь Пойдем Склейтона На свидание Или не пойдем Ива Пришла Реклама У меня Реклама Я еще Проверяла Почему Она Не Может Зайти В Кролик Общения А Открыть Блин Я Не То Нажимаю Я нажимаю Включить Ведомление Открыть Вот Я Поняла Добавить Я Добавлю Всех С Винсентом Кстати Совместимость И И Гарольд Подождите Гарольд Джи Уокер А Так он же Не Я Я забываю Мне Я на нее смотрю И вижу Луизу Мне кажется Что она Уокером Родственница Она Уокером Не Родственница Получается Для Майрона Виллу Двоюродная Сестра А Гарольд Двоюродный Брат Если Они Не 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 Хотелось Бы Гарольд Гарольд У него Ужасные Черты Характера Для него Я придумала Такой Немножко Сюжет Мой Дедушка Пришел Они Оба Обжоры Она В дедушку Пошла Любит Пожрать Как Гэнзи Обжора Искусствовед Пойдем Да Говорите На свидание Ну хорошо Пойдем На свидание Но сейчас У нас Роды Ночью Просыпается Роды Начинаются Ой подождите Не посмотрела Они Обнимаются Класс Раньше Такого Не было Хорошо Что-то Добавили Поздно Добавили Они Конечно 10 лет Не обнимались А тут Стали Обниматься Она Сейчас Вот С этим Зонтиком Я не знаю Что с ней Сделать Давайте Я ее Остановлю Все Раздуплилась Ее тошнит Токсикоз Говорят Если Токсикоз Значит Будет Девочка Так Не Подсматриваем Не Подглядываем Я Не Подглядываю Сейчас Закрываю Глаза Фаза Беременности Роды Так Идем Идем Рожать Ой А что-то Не идет Она рожать Если Увидели Пол Ребенка Пожалуйста Не пишите Очень Прошу Двое Не отключены А я Не могу Кроватка Не кликается На кроватку А так Это ж Я не Тусимку Выбрала Выбираю Виллу И думаю Что она Не рожает А Виллу Еще даже Ни на одном Свидании Не была Так Все Давай Пацана Нам Давай Только Первая Брачная Ночь А уже Роды Ну О Пришла Помочь На родах Выйди И не успею Выгнать Так и станет Свидетельницей Родов Поменяй Поменяй Виллу Кровать Мальчик Мальчик Не Лорин А Стекеленборг Стекеленборг Виллу Кровать Да я сейчас Не хочу Ей делать Луи Будет Мальчик Обалдеть Луис Дедушка Луис Мы уже Как бы Не на том Этапе У нас Очень много Веток Если например Делать Кого-то Беременным Очень Долго Ждать Там Да Ехать В поход Стекеленборгов Очень много И веток Уже Много И я Не могу Им Всем Много Времени Посвящать Поэтому Мы заходим Сюда То есть У них Была Свадьба Теперь Роды Да Мы Как На Стриме Карии Да Глаза Ага Глаза Карии Ну обычный Стекеленборгский Цвет А у них По-моему Ну мне казалось Что у Кларис У Кларис Разве Кария У Майер Она Кария У Кларис По-моему Не Кария Ну Стеки Они Все Кареглазые Ничего Ты им Не сделаешь А И даже Кларис С карими Глазами Так что Это Конечно Неудивительно Луи Луи Зовут Мальчика Давайте Поменяем Ему Бабушка Луиза Бабушка Луиза Представляете Бабушка Луиза Пойдет И Оденет ему Какой-нибудь Костюмчик Кролик Прыг-скок У нас Когда Стрим Проходит Мы Тоже Заходим Делаем Беременность И Рожаем Потому Что Если Мы Будем Каждый Стрим Кого-то Делать Беременным Потом Смотреть Как Он Ходит Беременным Еще Три Стрима Это Будет Все Долго Растянуто Я Уже Давно Не И 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 Потребности Только Сюжет Не Хватает Потому Что На Это Все Времени Ой Такой С Динозавриком Поговори С Кем Нибудь Так Ну Вот Еще Один Стекелинбург Родился Позови Беатрис И Скота Четыре Часа Утра Посвать Беатрис Скота Запросто Сейчас Позовем Ну В принципе Ребенок То Родился Могут И Приехать В Четыре Утра Так А вот Мама Я не знаю Где У нее Беатрис Наверное С мамой Не очень Хорошие Отношения Вообще Надо Бы Повысить После Того Как Они Там Да Не Нормальные У нее С мамой Плохая Совместимость Все Скотти Уже Пришел Сейчас Мы Группу Соберем Скотт Луиза Беатрис И Льюис В общем Бабушки И дедушки Пусть идут Любуются Внучком И Майрон Тоже Пусть Идет Сюда Вы Хотите Скота Убить Я Скоту Чуть Возраста Добавила Вы не Переживайте Ему Недолго Там Осталось Я Ему Добавила Возраст Чтоб Было Больше Чему Рафаэлки Вот Он Скот Пришел Не так Ему Долго И осталось Этому Скоту Да Он Раньше Умрет Он Не так Давно Стал Пожилым Давайте Бабушка Пусть Возьмет Еще На руки Бабушка Беатрис Не пьяные Тут Все Так Все Луиза Положи Я Тебя Сфоткала Пусть Вторая Бабушка У Беатрис Двоюродный Брат Умер Недавно Откуда У Беатрис Двоюродный Брат Беатрис Сгенерированная Синка У нее Нет Вообще Родственников У Кларис Какой У нее Двоюродный Брат У Кларис У нее Сестра Родная Есть В смысле Клей Что ли Клей Это Скота Брат Ну Давайте Посмотрим По папе Что тут У нее Двоюродный Брат А Ну да Ну да Ну да Сын Рафаэлки Как это Посмотреть Я не знаю По ком По Рафаэлке Это можно Глянуть Вот Шарли Золдик Скотт Угу Двоюродный Брат Получается Рафаэль Он Двоюродный Брат А А Виллу Как он Двоюродный Брат Вот это Что-то Новенькое Эвен А Эвен Женился На Доне И у них Посмотрите Норманы Породнились С Рафаэлкой Это Но нет Они не двоюродные Они Это Родные Троюродные Они не общались Никогда И Вайнона Еще Рафаэлка В принципе Она знала О Вайноне Ну как бы Она с нею Там Немножечко Там Общались Они совсем Чуть Но потом Прервали Общение Она Никогда Не помогала Им Ну и Как бы Когда она Стала знаменитой Из своих Чисто Личных Родственников Она признавала Только своего Брата Родного И семью Клея Ну в смысле Клея Мэдди Все Других Родственников Она Не как бы Отреклась Ну типа Бомжи Я вас не знаю А про этих Про маньяков Вообще И говорить Нечего И Юля Луи Приходится Дориану Троюродным Братам Ну да Луи Приходится Дориану Почему А Не Дори Да Да Дориану Я подумала Что сыну Рафаэлки Рафаэлка Общается Она любит Скота Любит Своего Брата И в принципе Она Хоть Живет С ними Гемма Но Рафаэлка Хорошей Всегда имела Отношение С Кларис Любит Свою Племянницу Наверное Как-нибудь Даже придет Посетить Секелинбургов Как-то Потерпим Мы это Чтобы Посмотреть На их Ребенка Вот Но она Уже Не при власти И вот так Ну что Идем на свидание 6 утра Время Самое время С Клейтоном Замутить Или как там его зовут Да Его зовут Клейтон Кстати В честь Клея Который не его отец А его Получается Какие-то с мамой У нее отношения Появились Не заболеют Только шутники Хорошая подруга Дружеский совет Мама ей Какой-то дала Говорит Иди Иди На свидание Сходи Хотя Калия Такой вряд ли Совет Дала Это Луиза Наверное Тетя Посоветовала Уже Завтрак Совместный Уже Обнимашки Скотт Дочку Обнимает Все Празднуют Люська Уже Напился Наелся Так Ты слышишь Меня Идем На свидание Может быть Может быть Давайте Вечером Сходим На свидание Я сейчас Хотела Поиграть Семьей Дорис Как раз Им бы Хорошо С утра Поиграть К виллу Придем Вечером Ну Потому что Что это за Свидание Такое В 7 утра Мы вернемся Сюда Еще Да Кстати Не капсите У Луи Есть Троюродный Брат И Четвероюродные Дети Виолы Ну Видимо Да Виолы У нее Там Дэймон И Дамьян И Еще Кто Не забыла Кто Девочка У нее Родилась Так В Куриный Город Идем Винсент Адриана Норберт Кто Вырос Да Вот Если Ты Где-то Это Вконтакте Или В телеграме Напишешь Вообще Будет Хорошо Я Это Потом Себе Скопирую И Между Стримами Повзраст Ну Переоден Не Хочу Я пока Сводить Стрек Стреков С друг Другом Не знаю Потом Дерево Рода Будет Очень Некрасиво Выглядеть Сейчас Просто Смотрю Еще Заглядение А потом Они начнут Дублироваться Не Хочу Есть Нам Если Я буду Прям Видеть Знаете Знак Игры Такой А Я Такого Не Вижу И Надеюсь Что Не Вижу Так Что Я вообще Тут Хотела Сказать Мне Кажется Что Ну Давайте Представим Что Очень Плохо Стала Дорис И Стало У нее Плохо Со Здоровьем Вот Прямо Она Схватилась За Сердце Вот И Я бы Хотела Чтоб Она Пришла И Легла Вот Все Вокруг Она Не Умирает Еще В этой Серии Нет Она Не Умирает Но Ей Стало Плохо Ей Как бы Прописали Она Не то Что Там Перестала Ходить Но Ей Прописали Как бы Постельный Режим Побольше Лежать Вот Дети О ней Беспокоятся Я Говорила Что Он Там В Сентябре Умрет Наверное Даже Не в Начале Ближе К Концу Вот И Стель Конечно Волнуется Говорит Мама Ты Лежи Лекарства Давление Будем Мерить Вот И Я Хотела Чтобы Она В этой Серии Чисто Лежала Надеюсь Что Так И Будет Ага Попробую Уложить Все Иди Спать Так Сделаем Вот А Стель У нас Тогда Побудет С Детишками Это Она У нас Читала Книжку Или Нет Я В прошлый Раз Книжку Покупала Какую-то Для Детей Пусть Почитает Детям И Мы Огородом Немного Позанимаемся А то Говорят Что Мы Как-то Не Раскрываем Вообще Что Тут Происходит Снежок Покормим Снежка Да Она Давно Старая Да Ну Все Уже Пора Конечно Тем более Мы Говорили О том Что У нее Очень Слабое Здоровье Чтобы Знаете Это Тоже Не было Такой Неожиданностью Прописал Ей доктор Постельный Режим Будет Больше Отдыхать Так А мы Помоем Нашего Снежка Дать Лакомство Помыть Сегодня Мы Отправимся В городок В 9 утра Там Открываются Магазины Сейчас Как раз Ходим Пойдем И Купим Разные Штуки Там Удобрения Ну В частности Я хочу Для Снежка Купить Там Всякие Красители Чтобы Шерсть Стоила Дороже Чтобы Мы Могли Как-то Зарабатывать А то Как я Захожу В эту Семью Мне Начинают Писать Что Пожалей Их Добавим Денег Пусть Как-то Зарабатывают Что-ли Хоть Сами Немножко Куры У нас Есть Теперь Конечно Эстель Будет Тяжело С Двумя Детишками Так-то В основном Я думаю До этого Бабушка Сидела Дорис Сидела С детьми Вот Теперь Придется Это Делать Эстель И Весь Огород Как бы Сваливается На Кларка Да Пусть Развивают Хозяйство Но Я думаю Что Вот Я помню Когда у нас Была Ириска Мы Неплохо Так На Шерсти Зарабатывали Может быть И сейчас Получится Все У нас Уже Девять Утра Давайте Сбегаем На эту Ярмарку Я Ради Этого Удалила Мод Удалила Мод Который Генерирует НПС И Вот Видите Сразу Стали Красавчики У нас Генерироваться Так что Ну Потерпим Сегодня Потом Я их всех Удалю Да У них Была Школа Ну Что-то Как-то Может Закрыли Школу Я не знаю Не играем Мы там Ну Давайте Представим Что Школа Есть Дохода Нет Не знаю Когда Будет Сохранение Я Совсем Недавно Выкладывала Сохранение Ну Я Выложу Сохранение Как-нибудь Давайте Вот Как Инфантом Станет Луи Так Я И Выложу Сохранение Луи В честь Луизы Все Открылась У нас Тут Вот Видите Всякие Люси Еще одна Люсих Говорит Я Графиня Можно Блин У нас денег Нет Мы же Бомжары Просто Даже купить Не за что Тортик Мы тебе торт Хочешь дадим А наушники Можно продать Наушники Нельзя Продать Вы С ума Сошли Да ты Да Школа Убыточная Возможно Она временно Закрыта Так Что это Авокадо Ананас Какой Авокадо Давайте Купим Варенье Для бабушки Да и для деток Короче Ну Недорогое Хотя Сых Так Что это Лакомство Может Тут Как-то Можно Отсортировать Я хотела Шерсть Покрасить Она Тогда Дороже Стоит Фруктовое Лакомство Животное А если По цене Отсортировать Овощное Лакомство Это Лакомство Сделано С любовью С салата Латук Бакулажана Попробовавшие Животные Будут Давать Зеленые Яйца Зеленую Шерсть Ага Отлично 60 Ну Вот Сколько денег У нас Есть Купим Шерсть Можно Купить Шерсть Прям Отдельно Я Вот Эти Все Цвета Попробую Давай Школу Продадим Да жалко Школу Продавать Кому Мы ее Продадим Давайте Придумаем Кому Продать Так А А что Я уже Другое Ничего Не могу Выбрать И хотела Как бы В общее Меню Вернуться А Продать Я выбрала Продать Предметы Мне нужно Купить Предметы Купить Давайте Предложите Кому Можно Продать Кстати Вот Давайте Попробую Выращивать Арбуз Баклажан Я бы Я бы Все Одной Культурой Засеяла Он так И лучше Будет Выглядеть У них По-моему Четыре Грядки Я Арбуз Куплю Или Нет Я Куплю Тыкву Какие Арбузы Осенью Тыкву Я куплю Четыре Штучки Ну Наверное На этом Все Мэру Можно Продать Ну Наверное Будет Не очень Красиво Если Какая Симпатяшка Только Черная Блин Сильно Не знаю Мне кажется Будет Не совсем Красиво Справедливо Если Мэр Будет Вести Личный Бизнес Ему Наверное Нельзя По законам Я понимаю Что у него Деньги Есть Наоборот Должен был Когда Стал Мэром Должен был Все Продать Весь Частный Бизнес Но У него Его Не было Надо Кому Другому Так Уже Что-то Невеселенький У нас Каспиан Сердитый Так Поиграйся О боже Что-то Ты хочешь Кусаться Пусть Поиграет С сестричкой И Мы Идем Сюда Отправить Сюда Кларка И Попробуем Вот Дать Лакомство Теперь У нас Есть Праздничное Да Какое Там Какое-то Было Овощное Оно Овощное Лакомство Дает Зеленую Шерсть По-моему Самое Дорогое Да Там Школа Школа Для Малышей Она Больше То Школа Не Для Подростков То Школа Для Малышей И Ну В принципе Да Можно Было Бы Продать Им Как раз Деньги Были Продать Кому-то Из Сохранения Не Обязательно С Текелинбургом И Тот Бы Кто Бы Ее Купил Сделал Именно Для Школьников Элитных У нас Скоро Откроется Для Подростков Элитных Так И Шерсть У нас Зеленая Сколько Ее Здесь Непонятно Одна Шестьдесят Слушайте Мы Лакомство За шестьдесят Купили То есть Мы Вообще Получается Ничего Не Выгадали Как Купили За шестьдесят Так И Продали Хреновенько Как-то Не Можем Мы Посадить Потому Что Тут Уже Что Тут Как Раз Арбузы И Сидят Ну И Ладно Так Знаете Что Я думаю Что Каспиан Сердитый И Грустный Потому Что Ему Не Интересно С Сестричкой Ты Блин Сучи Ты Какой У него Подружка Есть У него Есть Подружка И Он Хочет С ней Поиграть Давайте А Нет Обнимаются Все-таки Но Все равно Он Дружит С девочкой По соседству Я не хочу Тащить С собой Беату Или Все-таки Притащить И Наверное Будет Все-таки Некрасиво Если он Один Пойдет К соседям Он Хочет К подружке Своей У него Есть Подружка Мередит И Бабушка Спит Его Обычно Бабушка Туда Отводит Как Наверное Подросла Беата И Беату Туда Везти Но Сейчас Наверное Поведет Эстель Они Часто Играют Вместе Мы Не шиперем Детей Мы Не шиперем Детей Но Они Такие Милые Мы Уже Ими Играли Они Такие Милые И Каспиан Скоро Отсюда Уедет Из этого Куриного Города Уедет Навсегда И Даже Не потому Что Дорис Умрет А потому Что Школа Начинается Мы Говорили О том Что Когда Начнется Первый Стрим Первого Сентября Который В сентябре Будет Каспиан Уже Вернется Домой К маме С папой У нас Сейчас Август И я думаю Что мы Уже Не будем Играть Этой Семьей До Сентября То есть Он Переедет В город Будет Ходить В школу Эстель Конечно В смысле Беата Останется Дома С родителями А потом Умрет Дорис И Ну все Таки Изабелла С Дереком Не смогут Так часто На тетю С дядей Спихивать Сына Своего Это будет Некрасиво На бабушку Да На бабушку Они просто Отдали И занимались Своими делами Он там Годами Рос Месяцами Он был У бабушки Они его там На недельку Домой Забирали И опять Потом на месяц К бабушке И мы сейчас Кто там у нас Дружил С Слушайте Как-то я не учла А кто Кто знал Вот Эстель Знает Я возьму Эстель В контроль Эстель Типа Малышей Переведет И Эстель Уже тогда Позовет Племянника С Дочкой И Мередит Я тоже Возьму В контроль Ой Подождите А по-моему Я не могу Малышей Брать В контроль А Какой контроль Я и так Ей играю Ой Смотри Кролик Какой Какой Кролик Мередит Возвращается Из детского Садика Знаете Мне Немножко Это Меня Напоминает Свою историю Расскажу Детство Мне когда Я жил Мы переезжали На моей жизни Был такой большой переезд Когда мне было 10 лет Мы жили В квартире Ну в общем В 10 лет я переехала Сейчас расскажу Я до 5 класса То есть 4 класса подряд Я ходила в одну школу У меня были друзья Как тебя взять в контроль Петя Управлять Симом Вызвать Сима Наверное детишек Не получится Из детишек Группу собрать Я ходила в одну школу У меня были друзья Подружки Боже Тут Лорейн С Николь Соберем группу И пойдут Сядут вместе И будут Они кстати Могут здесь сесть Чтобы за детишками Отлично Они здесь сядут на лавочке И будут присматривать За детьми И я надеюсь Что они вставать не будут Вот эта фигня Им уже не нужна Вот Встречай гостей Я надеюсь Сейчас придут Пришли Сейчас их возьму В контроль Вот на эти вот такие Моменты технические К сожалению Большая часть Времени уходит И ничего ты не поделаешь Мне конечно не нравится Но Я хочу Группу собрать Действия Нет Дети не могут Группы формировать Ну и ладно Она идет к лошадке Телепортироваться Телепортироваться Я думаю Беата будет Сама себе Здесь кататься С горки А Каспиан Он давно дружит С Мередит И пусть играются Я шиперю Сына Изы Соплемянницей Красотки Они не виделись Даже ни разу Ну ты шипери Конечно Боже Тут Это ее этот самый Фамильяр Жесткий конечно Фамильяр у нее Вот И жили мы У меня Мы жили в квартире В подъезде Мы жили на четвертом этаже На пятом этаже У меня жила подружка Оля Моя одноклассница Вот А на третьем этаже Прям Ну под нами Жил Виталик Мой одноклассник Ну короче Мы ходили троем С подъезда В один класс Еще была девочка Наташа На третьем этаже Она жила Но она Ходила в А класс Я в В ходила Вот я Оля и Виталик Мы с одного подъезда Мы ходили в В класс Еще была у нас девочка С А класса Вот И мы с Виталиком Очень дружили Ну в смысле Вообще Ну без никаких Этих просто До десяти лет И прям Друг над другом Жили Мы постоянно звонили Друг другому У нас еще мамы Там немножко дружили Вот А потом Когда мне было Десять лет Уже перед пятым классом Мы переехали У нас родители Купили дом свой Я в принципе Потом уже в доме Своем росла Вот И я как бы Ну помню Такую Такую Грусть и печаль Когда я понимала Что мне придется Переехать Я очень хорошо Так помню Момент такой Когда Ну Виталик В гости пришел И я как бы Мы уже понимали Что все Мы уже уезжаем Это в последний раз Это было как-то Ну грустно очень В принципе Мы дети были По десять лет Короче Я хочу Чтобы этот самый Каспиан Сейчас вот так Вот тоже С Мередит Попрощался Они конечно Совсем маленькие Вот так вот Ну я кстати Потом мы Это вообще На самом деле Все нафиг Забылось Ну я помню Тогда вот свое Состояние Именно когда Переезжали Ну вот Я сейчас Вот с Вероникой Разговариваем У нас Ну Как бы Есть мысли О том Что может быть Мы сменим Квартиру То есть мы Квартиру снимаем И может быть Будем снимать Другую квартиру И вот она Протестует полностью Она говорит Если только Что-то снимать Что-то рядом Я не хочу Менять школу Друзья Я ей говорю До других друзей Найдешь А она вот Нет Я как-то более Спокойно Все-таки К этому Наверное Отнеслась Не знаю Ну Ну короче Вот было у меня Такое в жизни Переезд большой Естественно Потом я больше Их не видела Ну может быть В принципе Мы переезжали В пределах Одного города В разные концы Просто города Но тем не менее Все равно Я больше с ними Не общалась Никогда Я потом нашла Других друзей Прекрасных друзей И тоже Мы дружили И все было хорошо Те друзья Тоже остались У меня в памяти Они уже Как бы Они хоть и тоддлеры Я думаю Что им уже Семь лет И они в этом году Идут Им вот У них тоже Сейчас 21 августа И они тоже Идут в школу Через недельку И они уже Все понимают И они даже Не важно Там бабушка Умерла бы Или не умерла бы У него Он бы все равно Пошел в другую школу Вот Мередит И Эстель Они живут в этом городе И они оба пойдут В эту сельскую школу Вот А Каспин у нас Городской парниша Он тут просто У бабушки в гостях Поэтому они понимают Что им придется Расстаться И Ну как бы Давайте обнимемся Ну немножко грустно Хотелось бы Чтобы им от этого стало Вот Но они не знают Еще самого ужасного Потому что Дорис умрет А это значит Что им придется Они так думают Что Каспиан Говорит Что я буду приезжать Там раз в месяц К бабушке На выходные Обязательно Мы будем еще Дружить Общаться Вот Но они не знают Что Дорис умрет Видите Она даже обниматься Не хочет Так расстроилась С новостью Что он уезжает Говорит Ты что Меня бросить собрался Я с тобой дружила А ты уезжаешь Как ты можешь Вон пойду с кроликом Пойду короля за душу Вот Не уходи Иди скажи Что я Я не это имел ввиду Иди Извиняйся Беата Она немножко их помладше Она на года Два младше Иди с кролем Поиграй То есть Им по 7 А 5 и 5 Ну и они Давно уже дружат А эти просто Болтают А то Так А что я там рассказывала А ну вот Что они не знают Самого ужасного Это то что Когда Дорис умрет Каспиан Здесь будет Очень редко появляться То есть Я не Ну будет Некрасиво Со стороны Изы И Дерека Там Привозить Скорее всего Он будет приезжать Там на день рождения К тете К тете Эстель Там К двоюродной сестре Беате На день рождения Вряд ли Они будут общаться Так что Вот так вот Но они еще об этом не знают И Каспиан говорит Что я буду К бабушке Каждый месяц А вообще Говорит Я буду на каждую Субботу Воскресенье Сюда приезжать И мы будем приходить И будем играться Вместе Сейчас напишут Что Юля всю жизнь Ждала Виталика Да нет Вообще У меня это легко У меня была травма В тот Ну как бы не травма Ну грустно мне было Именно в тот момент А потом Вообще нормально Мы переехали В свой дом Там было очень круто По сравнению С квартирой У меня получилось так Что у нас У нас маленькая была улица Там 20 домов всего было У нас на улице Жило 7 моих одноклассников Представляете Я еще 6 человек То у нас было трое С подъезда А то Ну и мы как бы Все и дружили троем Вот А то у нас получается С улицы было И мы очень рядом Друг другу жили 7 человек У нас такая банда была Ну как бы Я очень быстро Адаптировалась Вникла И ну Прям круто Мне очень нравится Мое детство Мы росли в своем доме Вот это вот все Куры Блин Ну круто было Я не росла Кстати В деревне В селе Я росла именно в городе Но в частном секторе У нас сразу выходишь У нас как-то улица Самая первая была К частному Ну к городу Ну то есть мы и были В городе Николь мне нравится историю У нас выходишь Сразу И все И париклиника Ну И вообще Везде многоэтажки Две минуты прошел Уже с частный сектор Ну в общем Да Уезжает наш городской парниша Обратно к себе Домой Все Что-то мы тут засиделись Посмотрели на них И уже Дорис Сколько можно Уже Дождь собирается Видите какая погода Мне сказали Постельный режим А я не могу Так Почитаю комментарии Отстаньте от обеты Каспиен и Мередит И Мередит гуляли Встретили девочку С красными волосами Каспиен говорит Каспиен и Чарльза Давайте И вообще А я сохранилась И нет Вот не знаю Мне этот город Прямо как-то Суицид Хочется его назвать Нет Для меня это вообще Потом не было травмой Мне было Я просто помню Мне было грустно В тот момент Именно в тот момент А потом мы переехали И все забылось И как бы все прекрасно У меня потом были Хорошие друзья И вообще у нас там Банда прям была Вот моей сестре Не так повезло У нее с улицы Вообще никого не было С ее класса А вот А с моего класса Было 7 человек Вместе со мной Это было шикарно Я переехала За 2 км От родного города Очень обидно Было со всеми Прощаться Хоть я уже была И не ребенком Да Это Ну Тяжело Ребенку Когда ты привык Когда у тебя друзья Да Согласен ты Аферантик Ты со мной согласен Тоже мордатый вырос Нет Что такое О Кто умирает Охренеть Кто умирает Кто умирает What's going on Файк Файк Ты пришел умереть Сосед что ли Какой-то А Кот умирает Вареник Мы тебя любили Вареник Пора уже Пора уже было Варенику Я думала Это Ну сейчас Чарльз Еще это От тоски По варенику Умерет Я не знаю Смерть Теперь приходит За питомцами О Пришла Как-то у нас Смерть Перестала К нам приходить Мэридит Племянница Красотки Да что же Без красотки Никуда Мы в Киеве Два года И с друзей У меня Твои подруги У Артема Никого Вот Знаете Самые хорошие Друзья Они Ну и вообще Друзья Они приобретаются Именно в детстве То есть в школе Где-то там В институте В училище В техникуме А потом Во взрослом возрасте Ну как-то я Ни с кем Не подружилась Сильно уже Во взрослом возрасте А вот подружки Особенно С института Если Вот уже Наверное Четыре человека Точно Там если Прощай вареник Если мимо Там проезжают Мимо Варшавы Потому что Сейчас вот Все там Как-то Повыезжали То и в гости Как-то Заходят И общаемся Ой блин Ребята У меня игра Вылетела Черт Собачий Я надеюсь Я сохранялась Мне кажется Я сохранялась Перед тем Как сюда прийти Сейчас еще раз Увидим Как умрет вареник Не хочет игра С вареником Прощаться Я со своей подругой Дружу 18 лет Ну вот Наверное Еще в школе Познакомились Вот такие друзья Они Ну с детства Которые Со школы С какого-то Учебного заведения Они Очень долго Ну такая Самая крепкая Дружба Хотя вот Когда ты Маленький Там в школе Вот постоянно Ругаетесь Какие-то Вот блин Ну Детские Какие-то проблемы Которые кажутся Такими важными Сейчас понимаешь Что это мелочи были Но потом Все-таки Это такая Хорошая дружба Мне кажется Я сохранялась Как не сохранялась А почему Серьезно Я не сохранялась Капец Мы это все Увидели Я после родов Точно Сохранилась Представляете То есть Получается Меня закидывает В Стрэнджервиль То что было В курином городе Не считается И зеленые овцы Получается Не было Да вообще Как-то странно Ну я же Сохранялась Сейчас я посмотрю 20-14 Боже Я 45 минут Не сохранялась Ну мы это все Видели Мы это все Запомнили Это самое главное Ну главное Что после ребенка Мы сохранились Хорошо Когда В одном месте Вырос Вырос Родился Вырос Там же Отучился Да Кота у Скай Нужно купить Напомните Мне зайти Быстренько Просто Ну В следующем стриме Размножить Кота А ты А ты так и сидишь Здесь Сейчас Наверное Ну вот Умирает Наш кот А что за сюжет С молоком Потом он увидел Ее с большим Бидоном молока И вспомнит Свою детскую любовь И подарит ей Тобор коров Кто его знает Как будет потом Знаете Может быть Он станет Таким Крутым Городским А она Будет Такая Все ходить В этой косыночке Такая Вся простая Реально Доить коров А он Такой Может быть В кожаной косухе На мотоцикле Разъезжать И Не посмотрит На нее Или наоборот Что случится Да Все остановят Что тут происходит Кот умирает Да Нужно будет На следующем стриме Может быть Я между стримами Создам Какого Надо Рыжего Да Наверное Рыжего Кота Сделаем Кошку У нас Теперь У нас Есть Сын Принца Какой-то Белый Вот Я удалю Им эти Мудлеты Хотя Они сейчас Будут Все равно От смерти Чарльза Ой От смерти Кто-то побежал Аннабель Так Оно не перемещается Никак Я удалю Хотя Если Конечно Его поставить Где-то Может быть Призрак Будет Кота Приходить А Он не берется Он не берется Потому что Умер за пределами Участка Я думаю Рыжего Кота Сделаем Рыжего И Ну и вторую кошку Ну в смысле Не кота А кошку Мне кстати Этот дом Немножечко Перестроили Ну типа Девочка Его Меблировала Немножко Я только Не поняла Зачем Здесь Детская Если у нас Ферранд Большой Может быть Это на будущее А так Здесь Получается Две Комнаты Ферранд Вообще Ферранд Здесь сидел Мне кажется Это больше Для родителей Комната Так Ладно Мы будем Отмечать День рождения Давайте Стелли Вообще То я Эти Убирала Загар Или это Она просто Сама такая Да Я перепутаю Какой смерть Нет Не смерть А Пожа Туши Пацана Туши Туши Сына Сам Гори А сына Нельзя Он не Расплодился Туши Ты себя Туши Туши Чунча Чунча Тортик Приготовим Рыжую Черную Кошку Да Мне тоже Так кажется Но рыжую Обязательно Рыжую Я думаю Может еще Одну Эту Небескую Сделать По-польски Эту Голубую Серую В смысле Ни одного Серенького Котенка Не родилось Ой Не пошла Да Конечно Трехцветную Кстати Вариант Эти самые Британцы Ну она же Типа Британских Котов Разводят А британцы Тоже могут Быть Трехцветными Ну что У нас Черные Коты Недавно Были Вот эти Вот Всякие Адмиралы Помните Там у нас Династия Была Одно Время Черных Котов Да Что Что Ты Будешь Делать Может Быть Из-за Того Что Места Нет На Плите Да У них Просто Нет Плиты За 13 Тысяч Это Плита Подешевле Поэтому Он ее Не Спалил Не Это Я Не Знаю Что Это Такое Ну Видимо Не Суждено Им Бухать Удалю Эту Барную Стойку Вот Эти Вот Они Убираются Удалю Чтобы Поверхности Было Побольше Шоколадную Можно Кошку Есть Кстати Тоже Такой Цвет А красов Вообще Очень Много Да Блин Ты Ленивая Собака Ты Что Творишь Она Вообще Не Хочет Может Она Не Умеет Готовить У нас Там Раньше Ванесса Суетилась Как Мелоди Помогала А В Качестве Хозяйки Как-то Стэл Мы Увидеть Не Успели Вообще Я Не Узнаю Теперь С этой Прической Она Изменилась Очень Ни Хрена Говорит Сами Готовьте Я Красивая Я Красивая А вы Готовите Я Может Быть Плиту А Нет Металлический Горшок Обстановка Осмелюсь Предположить Что это Из-за Кастрюли Трехцветные Только Девочки Можем Назвать Ее Пельмешкой А Блин А в игре Наверное Это Не Бывает Так Трехцветные Могут Быть И Мальчики Я Не Знаю Почему Но Ничего Не Готовится Крокодил Не Ловится Не Растет Кокос Трехцветные 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 Собаку Трехцветные Вот Собаководом Его Я Не Могу Не Выбрать Ни Породу У нас Просто Как Были Собаки Немецкие Овчарки Но Они Такие Большие Я Был Маленьких Хотела Разводить Еще У нас Была Такая Маленькая Собака Она Вроде Как Она Была Безродословная Кстати Немцы У нас Поротистые Были Вот А Получается Что У нас Еще Маленькая Такая Собачка Была Чуча Ее Звали Маленькая Маленькая Пушистая Пушистая Короче Я Не Могу Как Собак Которых Я Не знаю Ни это В игру Вводить Ну то есть Я Почему Вообще Котов Стали Мы Разводить Потому что Я Сама Столкнулась С котами С этой Породой Что-то Стало Интересно Что-то Понимаю В этом Может Маленькую Собачку Завести В общем Ферранд Говорит Что Хочет Собаку А Стелла Говорит Что Хочет Кота Сейчас Мы Чабли Спросим Но Чабли Скорее Всего Это Равнодушен К ним Он Говорит А я Вообще Никого Не хочу Я Говорит Хочу Чтоб Было Чисто Чтоб Не было Шерсти Не ваши Собаки И коты Вообще Нафиг Не впаялись Но я Добрый Поэтому Я Я Все Вам Разрешу Он Боится Оживленных Мест Добрый Угрюмый Семьян И Чистюля Ферранкин Творец Абонемент У него В спа Салон Так Ну что Идем На день О На день На рождение Давайте Сохранимся Идем На свидание В кассе Посмотреть Какие есть Собаки Мелких Пород Трехцветную Собаку Я не знаю Трехцветных Собак В приюте Посмотреть Да Можно было Глянуть В приюте Ну ладно Мы еще К ним Вернемся Так Я думаю Что в принципе Можно то еще Постримить Немножко Да Можно не Останавливаться На Свидании Виллу Только я не знаю Кем поиграть Я сейчас Парю себе Налить У меня все Закончилось Ну или в принципе Можно закончить Тогда могу Не наливать Не Просто кофе Хотела себе Налить Еще немножко Постримить Ну давайте Уже стеками Чтоб Вот не путать Второй стрим Нет смысла Запускать По соседям На полчаса Давайте уже Стеками Побольше всего Подделаем Но я не знаю Что еще Поделать Мелоди Пацаны Ну в общем Вы пока Думайте Что мы будем Делать А мы Посмотрим На Луи Так Ну а мы На свидание А мы На свидание Идем С Клейтоном Мелоди говорила Что это Скорее всего Временно Нет Я не хочу Их объединить С Чарльзом Освещение Здесь просто Ужасное Такое Яркое Некрасиво Давайте Мы с ним Сфотографируемся И музыка Кстати Не нравится Это Вио Так и не засчитался Им танец Да Место есть Но я не хочу Ну это все таки Ненормально Понимаете Что Сестра С братом Со своими Семьями Живут Вместе Мне это Не нравится Мне на самом деле Не нравится Что вот Сейчас вот эта Семья Все вместе Живут Ну уже Пусть живут Ну как бы Тоже логичнее Было бы Уехать Кому-то Не понимаю Почему танец Не засчитывается Мы Мы кстати Не можем С ним Говорить Про отношения Походу Потому что Возраст Разный Он молодой Он ушел А подождите А как же Если у них Разный возраст Как они Как им Свидание Допустилось Видимо Можно Блин Я вот это Вот сделаю Потому что Они Как бы А Не получается Хотела Четвернуть И не получается Спросим Что-нибудь Пикант Она напряженная Из-за музыки Не нравится Музыка Предпочтений Не те Ну хабжора Напиток Можно заказать Да Придется Уезжать Семье Майрона Потому что Там Пекарня Я вот Не знаю Если Выпьет Только Виллоу Засчитается Это Или нет Клариса Родила Мальчика Назвали Луи Иди сюда Рыжий Будем Мутить Сейчас С тобой Ну видимо Не получится У нас На золото Почему Не засчиталось Если Я его Добавлю О А Нет Ей Засчиталось Ей Засчиталось Кстати То есть Она Может быть Здесь Здесь Я еще Раз Куплю Музыку И она Потанцует Там Музыка Была Плохая Мне понравилось Давайте Включим Не знаю Пусть Пусть Ковбольский Танцует Да Вилуу Симпатяшка Прям вообще На удивление Че Рыжий Нравится Тебе Рыжий Тоже Ничего Такое Ой Ресницы Кривые Не хотят Не хотят Они танцевать Не дадут Нам подарочек Плохое Свидание Кстати Свидание Можно Как-то Продлить Походу Уже Поздно Признаться В симпатии Признаться В любви Предложить Нельзя Тут Только Завершить О Можно Танцевать Танец Только Нужно Дать От От него Действия У них были бы Красивые дети С Клейтоном Но если бы Знаете Как бы Лицо Виллу Волосы Клейтона Еще и Цвет глаз Клейтона Было бы Хорошо Но Волосы Хотелось бы Все-таки Это уже Эти Желтенькие Еще От Шарлотты Идут Цыплятые Эти Цвет волос Шарлотты Даже Жалко Терять Этот цвет Интересно Каким Будет Луи Так Что-то Недолго Не танцевали Нравится Музыка Музыка Это Танец Не Засчитался Танец Не Засчитался Поговорить О напитках Где я Это действие Найду Поговорить О напитках О погоде Спросить Есть ли пара Узнать Лучше Ладно Уже фиг с ними Получается Свидание Провести Нравится Танца Займем Ещё Так Ну Как бы Такой Прям Совместимости Нет У них Вроде Как И Противоречий Можно Ещё Спросить О хобби Интересы Обсудить Художников Ещё Где-то Есть Про хобби Поговорить Упускной Что Сходим На выпускной Давайте Сходим Посмотрим Что там Будет Он Не пойдёт Он же Не подросток Он её Удочерить Может Ну да Не ругаются Счастливые Воспоминания Предмет Воздыхания Клик Так А у него Какие черты Характера Он тоже Искусствовед Они оба Искусствоведы Он отважный Самоуверенный Отважный Видите Какой Интересный Очаровашка А она Обжора Между прочим Она Обжора И у неё Есть ещё Это ген Магический Она Не маг Но Могла бы им быть И хорошо Что она Не маг Так Всё Хватит Она уже Воняет А ты Жрёшь Перестань Перестань Её Делать Единственная ветка Которая Сохранила Сходство С основателями В отличие от Наследника Я бы не сказала Да что ж ты Жрёшь И жрёшь Как не в себя Сколько у тебя еды Посмотрите Сколько у тебя еды И убрать Никак не получается Нет действия Удалить Я кстати не вижу Они 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 Не сфотографировались Да убери ты Этот рожок Жрёшь Всё 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 Давайте Сфоткаемся Да Она Всё 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 Кушает И Кушает И Кушает Так С Ну Тут Особо Не Выбрать Можно Разгрузочного дня Да у неё Мне кажется Всё время Загрузочные дни Но Не полнеет Самое главное Это от Бензи Куда Опять Фотографий То нету Фотографий Нет А нет Есть Всё Сори Есть фотографии Сходства Прям Нет Вот с Винцентом У неё Ну с Винцентом Я не хочу Потому что он Бароном Скорее всего Станет А вот у них К искусству Прям Любовь Я вот думаю Чем заниматься Виллу Может быть Она будет Как бабушка Элли Играть На этом На рояле У них Одинаковые ЖЦ Она Хочет О Сфера Работа Забота О себе И он Сфера Им надо было В сауну Ити Не туда Я их отправила И надо было В сауну Ити Интересно А смотрите А ему Гарольд Не нравится Видимо Может быть Он посмотрел Как-то На Виллу И ему Это не понравилось Так Ну ладненько Давайте отметим День рождения Мелоди Да Я вижу Одинаковые ЖЦ О Уже Планируете ли вы Финальную точку Делать С Текелинбургов В смысле Заканчивать что ли С ними Династию Заканчивать Нет Конечно Не планирую Опять Она больше На краях К сожалению Мелоди Такая Симпатичная Так Тогда Кай Сейчас допишет Свой трек А Кстати По-моему Он не пишет Трек Что я ему дала Создать новый трек Ну Обычно Когда создается Новый трек Там название Нужно вводить Наверное Все таки Я не то действие Выбрала Так Пусть идет Закатывает Желание Им обоим Сейчас отметим День рождения И Каю И Мелоди Он же молодой Правда Да Молодой Станет взрослым Как новое дополнение Ну Честно говоря Мне показалось Мало всего Ну прикольно Ну вот этот Уголок Купидона Прикольная штука Вот Но мне Что-то Как-то Мало всего Показалось Может У меня Просто Большие Ожидания Характер Мелоди Параноик Да у них Тут Они обои Друг друга стоят Кай Параноик Они видите Особо Вот В глуши Какой-то Живут Ну не то чтобы В глуши Далеко уехали От остальных От всех Ну зато Она Недалеко От брата Вот Взрослая Стала Лесницы На руки И поправить Давайте Зайдем Как раз В каст Поправим Лесницы Что-то На ручки Хочет Какой Ещё По характеру Надо глянуть Легкомысленная Любит Когда берут На ручки А Это Эстель С мужем А Точно Эстель С мужем Параноики Да Они же там В курином Городе Живут Тоже В своём Варятся Далеко От Цивилизации А Кай Активный Гений Вообще Не сказала бы Что он Активный Инсайдер Переодеть Под возраст Хорошо Давайте Сейчас И ресницы Я поправлю Сейчас я сохраню Сейчас я сохраню Столько Я убрала Я убрала Характера родителей Любит природу Так Расстрою Ньют Ньют В своей кофте Боже Ксавьер Больше знает Мёртвых Чем живых Посмотри Это Скольких Симов Он Видал Встречал За свою Жизнь Их нет Уже Мёртвых У У У Ксавьера С Луизой Интересные Были взаимоотношения Я думаю Они любили Друг друга Как брат И сестра Но они Постоянно На показуху Ругались Так Я вообще Не понимаю Где твой Отец Вот Нейтан Всё Нейтан Есть Дети Ещё Играйте О И уже Нейтана Нет Потому что Я переместилась Так Против Детей Любит Природу И самоуверенный Против Детей Вот прикиньте Сейчас кому-то Против Детей Выпадет А у Грета Тоже Против Детей Так Против Детей Что там Самоуверенный И любит Природу Любит Природу Так А Грета Где наша Грета Это Кира Маманька Где твоя Сомер Изольда Видеофайл Какой-то Пишет Вот Грета Против Детей Искусствовед И Ревнивая Искусствоведов Очень много Будет прикольно Если кому-то Выпадет Против Детей Может быть Как бы Следовать В таком Случае Желанию Сима Ну блин Я бы не хотела Чтобы у Даниэля Выпало Против Детей Так и Ревнивая Еще Все Я все Сделала А Они пока Игрались Мы тортик Не приготовили Но торт Сейчас будет Нам Касавьер Делать Грета Активная Была Не По-моему У Греты Была Мечта Мечта Не черта Характер У нее Мечта Была Ну Со спортом Связанная Спортсмен Какой-то Ну Патриция Должна Своих Родителей Но Я не Заморачиваюсь Ну Давайте Посмотрим Я даже Не помню У нее Питер По-моему Был Папа Кто Там Патриция Отец Патриция Судак Позовем Смотрите Она нас не готовит Она любит смотреть Как готовит Касавьер Так Давайте Поищем Ее родителей Они умерли Она еще Подростком Была Так Франциск Повзрослел Ну Вот Кстати Франциск Я говорила Пойдет работать Телохранителем В семью Кэндис Потому что Кэндис Теперь на стреме Она боится Что опять Будет покушение Какое-то Вот Дэвид Это наверное Ее отец Да Отец Сноп Неряха Романтик Ой Еще такие черты Ну хотите Добавлю Напишите Я добавлю Финик А вот Мать ее Кто Кто ее Мать Она мать что ли Свою уже забыла Мать ее Наверное Еще раньше Она не знает Мать свою Твоя мать Я сама не знаю Кто твоя мать Тесс Тесс Это девочка Из конкурса Бабушка Из конкурса Нет Здесь Тесс Она ее Просто уже А нет Есть Тесс Свой В доску Гений Чудоковатая Что мне не угодишь А тут Не угодишь Ну что Добавлять или нет Добавь для интереса Ну сейчас блин Такой интерес будет Я сейчас чувствую Такой Выпадет Как раз то Что нам не надо Ну хорошо Давайте Добавлю Че он тут был Сноп Неряха Романтик Ну это капец Мне ничего не нравится Сноп А теперь Сноба нет Есть скептик А это у меня Он по старому записан Сейчас хорошо Вот неряха Нахрена нам неряхи Неряха Романтик Да было бы прикольно Если бы это был бы Даниэлем Ну или не хотелось бы Я кстати Обновила Генератор Может выпасть Новые черта Характера Так И Тесс У нас Мы никого Не видим Давайте Лучше на мальчика Смотреть Позвонишь Что ли Подружке Своей Ой Это не ты Вот твоя Подружка Поболтай С ней По телефону Нет Нет Действия Болтай Значит С братом Болтай Так Все Последняя Тесс Тесс Гений Своя В доску Чудоковатая Гений Свой В доску Чудоковатая Быть А этот Кстати Художник А мы Эммануэля Мы так И не рисовали Ни разу Он уже Любит природу И он уже У нас Душа Компании Сейчас Я генератор Вам открою Где я Все уже Сделала Ой Не то Блин А почему Я чат Показала Мне не тот Экран Открыт Вот Так Что он Там у нас Любит Природу И душа Компании Любит Природу Душа Компании Душа Компании Гений Бэммануэлю Подошло Но у нас Тут есть Хороший шанс Против Детей Самоуверенных Много Искусствоведы Есть Меломан Только Папа Меряха Так Это у нас Для Даниэля Черта Характера Раз Два Три Даниэль Холерик Трындец Холерик Вот холера Так А что у него Там было Грязь У него Какая-то Была Видите Пропала Эта Мечта Наша Мечтал Он В грязи Жить А я Теперь Не знаю Где Ее искать Здоровый образ Жизни Нет Природа Вряд ли Природа Я даже Не знаю Где Теперь Искать Ее Не знаю Вероятная Грязь В местоположении Находится Так Ладно Теперь Второй брат А что он У нас уже Он Меломан И Угрюмый Ну вот Если ему Выпадет Холерик Это конечно Будет Печально Ему Холерик Вообще Не подойдет Как мне кажется Все Ну мы Сейчас Знаете Кого Пригласим Мы сейчас Эту Касапету Он Так Прыщавый Остался Слушайте А вот эти Прыщи Они же Походу Навсегда Да Вот у нас Какой-то Сим Ходит И наверное Уже И не Вылечишь Собака Он Прыщавый Остался Наверное Он был Сначала Прыщи А вот Эммануэлю Я недавно Мазала От прыщей Лицо Чистенький Такой Да Они не Проходят Ну Иначе Будет Прыщавый Суждается Так Меломан И Угрюмый А я Забыла Что у него Была За мечта Что-то А Он Рисовать Там Хотел Все Я Вспомнила Не Хотел Рисовать И Я Уже Забыла Меломан Угрюмый Меломан И Угрюмый Это Дети Играются Да Художник Я Вспомнила Ну Вот Ему Идеально Подошло Искусствовед Гений Подошло Искусствовед И гений Ну Холерик Я Очень Расстроюсь Если Будет Холерик Да И скептика Не хотелось бы Мне кажется Он такой Простой Мальчик Ну В общем Генератор Пожалуйста Давай нам Что-то Свою В доску Не подойдет Чудаковатый Может быть Подошло бы Любит Природу Было бы Хорошо И Книжный Черев Тоже Неплохо А Патриции Они вообще Не подходят Так Раз Два Три Эммануэль Книжный Червь Ну Хорошо Смотрите Прям вот Вот все Как надо Вот генератор Все-таки Понимает Да Что Он любит Музыку Любит Грустить Под эту Музыку Вот Он слушает Музыку Читает Книгу И Печалится Нахрена ему Девушка Вообще Скажите Мне Ну Так Хорошо Так И И Рисует Потом Картины После Всего Этого Творческие Он У нас И Рисует Картины Один От папы Другой От мамы Угу А Прыщавый От Кого От Кого Прыщи Так И Останутся Давайте Сохранимся Ну Даниэль Он Такой Огонек Такой Парень А Эммануэль Такой Грустный У них Даже Знаете Имена Такие И Вот Ну Прически Это Понятно Вот Цвет Кожи Вот Он Такой Более Смуглый Загорелый Озорной А Этот Такой Бледный И Грустный Надо Ему Рисовать Надо Ему Рисовать Надо Ему Где-то Поставить Сейчас Мольберт Дети Уже Хотят Чтоб Я Заканчивала Сейчас Буду Заканчивать Я не знаю Есть у них Тут Мольбер Будет Рисовать Так Пусть Ее Рисует А мы Вызовем Я хочу Отметить День Рождения Сразу Диане Потому Это Это Не Несправедливо Пусть Пет Ну Пусть Они Общаются Дальше С Этой Самой Састрой Но Может Потом Он Еще С Кем Нибудь Пообщается Я В плане Того Что Не Хотела Было Вообще Торопить Что Я Романтики Не Вижу Диана Какая Будет Черта Характера У нее Там Вообще Все Скверно Я вам Скажу Так С Чертами Характера Все Просто Ужасно Она Злодейка Она Злая Какая Ты И Плохие Мои Черты Характера Ну В принципе У Даниэля Тоже Дурачиться Он Хочет Дурашка Какой Даниэль Душа Компании Холерик Они Подходят Друг Другу О Точно Пришла Продавать Говорит Молодец Сынок Все Будем Продавать И Славу Получать А вдруг Он станет Правда Знаменитым Художником Вот Его Этот Самый Нейтан Дедушка Писателем Был Да Знаменитым Ну Как бы У него Была Какая-то Там Слава Вы Помните Так Мне нужно Взять В контроль Просто Диану А то Она Убегает Не Слушается Я Возь В контроле Отправлю День Знаменитый Отмечать О Что Написали А Это Нам Деньги Пришли Так Еще Рисуй Деньги Нам Пришли Смотрите Ксавьер 139 А Это Туеву Кучу Принесла Патриция Денег Знакомство Произошло Ой Подождите Какие Свадебные Фигурки Я Перепутала Нет Не Свадебные Свадебные Еще Рано Пусть Они Вдвоем Это Остались Может Быть Мы Потом Чуть Позже Там Бороду Какую То Сделаем Так Она Одиночка И Злая В принципе Конечно Отметила Она День Рождения И Стала Растяпой Короче Ничего Неожиданного Все Понятно Они Такие Оба Веселые Подходят Они Друг 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 Очень Хорошо Не Особо Серьезные И Аланта На этой Неделе Она Везде Все Подешевле Ищет Отличные Исполнители Но Вот Если Ты Позвонила Эммануэлю Я бы Еще Подумала У Даниэля Девушка Она С тобой Не Будет Ходить По Блошиным Рынкам Вообще Мы Миллионеры На Блошиные Рынки Дела Есть Поинтереснее Он Хочет Грязь Она Растяпа Клеймона Видите Из-за Одной Черты Ну Я Честно Говоря Его Прям Так Грязнули И Не Вижу Нет Ну Он Как бы Ему Все Подходит Он Хали Им Нужно На Природу Он Он Любит Природу И Можно Вдвоем Как Нибудь С Палатками Пойти Можно Эммануэля Даже С собой Взять Хотя Нафиг Он Ему Там Впаялся Так Эммануэля Нас Опять Там Посмотрит Что Там Девушки Какие Есть В этом Уголки Купидона О боже О май Гад Понятно Нет Сохраненных Профилей Ну Че Сказать Не Везет Ему У Брата Все Хорошо Ну С Астрой Можно Продолжать Отношения Просто Как бы Астра Такая Яркая Вся Вот Мы Не будем Пока Торопить Женить Опять Мы Выравниваем Время Пытаемся Выравнить Эммануэль Походу Наследником Станет Знаете Эммануэль Похож На Нейтана И Внешне Надо Им Ресницы Исправить Давайте Исправлю Внешне Похож На Нейтана А Нейтан Был Наследником Ролан Ролан Умер В этом Доме В смысле Ветка Ролана Уехала Ветка Ролана Это Дорис Изабелла Эстель Они Уехали И Вот Как-то Эммануэль Он Живет В Комнате Нейтана Нейтан Нейтан Был У нас Писателем Эммануэль Художник Не знаю Как-то Он больше На Нейтана Похож Он Младший Даниэль Старший Даниэль Даже В комнате Ролана Живет Я бы К тому Что Я бы Сделала Да Наследником Все Таки Я бы Сделала Эммануэля Но Еще Рано Об этом Говорить Но Вот Мне Кажется Что Эммануэль Будет Наследником В любом Случине Мы Никуда Не Спешим Можно И Попозже Давно Давно Оставьте В покое В сохранении Нет Сейчас Сима Такого Ж Яркого Как Астра Астра Очень Красивая Получилась Интересная А Яркого Парня Нет Как Астра Клейт Почему Почему Ну То Что Он Там С Вил Сходил Раз На Свидание Это Ничего Не Значит Они Будут Слишком Оба Такие Красные Яркие Я бы Их Мне кажется Не стоит Блин Блин Мне Теперь Всему Сохранению Так Ресницы Нужно Будет Переделывать А потом Разработчики Раз Короче И Выпустят Ресницы Не в макияже А в Особенностях Коже И мне Придется Это все Обратно Это Будет Ужас Так Все Набьюсь Лошадям Ресницы Не Нужно А кто У нас В принципе Для Эммануэля Это Больше Никого И Нет Он Там С Нелли Немножко Общался Но Нелли У нас Встречается С Франциском Мне Ее Нос Не Нравится Астра Прекрасно Подходит Эммануэлю Будет Его Депрессухи Выводить Ну да Но все равно Нам нужно будет Подождать У Астры Сейчас Видите У него Очень Строгие Родители Прям Капец Этот Фаек Я не Ожидала Отправил Дочь Ну они Состоятельные Они не такие Миллионеры Все таки Как вот Ксавьер С Патрицией Они Состоятельные Но они Отправили Знаете Чтобы дочь На своем Горбу Все прочувствовала Так В ее гижовых Рукодицах Она В следующем Ей уже Другую работу Нашли Опять же Горничная Она будет Работать Просто Уже Не у геев Они Побеспокоились О том Что там Семья Странная Так Мы там Что-то пытались Кстати Выяснить Вот С этими Новыми Фигнушками О Они еще Не пара Даже до сих пор Пусть там Пары Присядут Что-ли На диванчик А ты Иди Рисуй Патриции Можно Звезду Нарисовал Глазастика Да девушек Полно Работать Горничными Полно Продам Давай еще Что-нибудь Сделай Маленькое Может успеешь Франциска Знает Хочет поболтать С ним Все Сейчас буду Уже заканчивать Парой Они Стали Патриция Блин Не мозоль Глаза Иди Посиди Я бы Тоже Не спешила Их Женить Пусть Пусть Гуляют Их нужно Будет Как-нибудь В ночной Клуб Или В поход Отправить О вечеринках Хотят Говорить Жалко Что Не выпало Где-то Ненавистник Подошло бы Стрэнджервиль Конечно У нас Гэнди Герой Стрэнджервиля звезду на аллее славы можно будет запланировать как-нибудь на один из будущих стримов куда им детей они сами еще как дети по идее на следующий на очереди у нас даниэль можно в домике на дереве даже выкупился следующий даниэль после майрона пусть еще отдохнут у этой семьи подровнялась семья под город убить к савьера и патрицию в страстных отношениях они до третий уровень романтики сейчас я еще посмотрю дерево рода мне кажется все равно стеки еще до конца не подровнялись в общем то да что ж ты задолбала и она хочет зайти на вас разрешается видите я думаю что нам стоит жить вместе слушайте а чё бы и нет или ну я не знаю как бы родители может против не давайте подождем подождем чуть-чуть напряженных видите сразу напряглась диана яланта иди работай ну пусть зайдет ну как бы яланта знает что тут живут миллионеры здесь два пацана ну один занят а второй нет я думаю что она 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 ну ну вообще-то она звонила даниэлю я ее возьму в контроль посмотрю вообще чё на тут какие у нее претензии к нашим мальчиком она бухая как обычно нет она с эмануэлем у нее хорошие отношения с даниэлем послабее да она но у них несовместимость а ей пофиг она как танк прет она знает что у них денег много хочу не вес как я хочу быть невестой стекелинбургской пусть идет посмотрит что он рисует не рисует тут уже стоит но я думаю что нет и около мэн это он себе нарисовал весну ножки что ли интересный парень когда это случилось общение плево да яланта страшная это я согласна но у них несовместимость мне кажется они тут все думают что а может она пришла сюда типа ну как бы по 30 наверно уборщица нанимает же ну как бы помочь по хозяйству где у тебя должен быть пылесос есть пылесос да она наверно пришла убирать не могу пылесосить почему-то давайте она попробует заговорить с ним лезет в эти отношения не хочет она острей его отдавать присоединиться к игре в дротики хочет ну она мне вообще не нравится ну внешне она наверно под ну да подработка патриция ее вызвала чтобы она порядок навела можно устроить тайное тройное свидание с астрой и оландой поглядеть как они будут общаться там кстати есть сюжет на следующий стрим ушла имеет совесть пошла убирать на следующий стрим от элеси есть сюжет сводить всех подростков но и оланды там нет там эмануэль астра франциск нелли ну в принципе от эланты все понятно почему бы жениха не хотеть богатого это все ясно мне кажется эмануэль не особо заинтересован хотя отношения у них откуда-то взялись давайте девушки дадим шанс патриция явно будет против ну понятно патриции я думаю что патриции как бы и это и диана не очень нравится но даниэль он такой напористый тоже пришла посмотрите и рядом же с эмануэлем стала немножко оскрою карты на следующем стриме будет но я уже сказала будет там спортзал для подростков руяна будет свой живот убирать нос никак цена и не уберешь он уходит сейчас за ним попрется вот и вангую сейчас пойдет за ним и что будет будет два сюжета с эландой один сюжет я вам рассказывала прям острый сюжетный ну вот эти вот как бы сюжет без сюжета но там можно там что-то добавить ну короче там будет этот сюжет без сюжета и иоланта будет ну подойдет королеве они поговорят по душам и она вот попросит чтобы королева решила ее мамой называть а потом еще будет один сюжет с эландой так что мы будем подростками играть на следующем стриме там олеся заказывала подростками поиграть в спортзале она за ним пошла он убегает от нее он выкупил она ему надоедает мне пора она ему надоедает он убегает она за ним идет интересно получается она опять за компьютер пошла ладно ребят я не знаю что еще поделать у стыки ленбургов честное слово можно глянуть как мы тут выровнялись надо смотреть относительно других давайте посмотрим относительно тейлоров относительно тейлоров что у нас здесь в принципе относительно тейлоров мы выровнялись оскару скоро умирать кириана тоже пожилая оскар чуть раньше умрет дети но карина у нас ну карим с алексис они сразу почти как подростками стали мне кажется мы выровнялись практически маленькие детки у всех то есть вот даниэлю сейчас роди и вообще выровнялись но мы не будем урожать сейчас одни девчонки посмотрите они этот бакстер мальчик так все девочки этого у марселя две девочки у кэндис две девочки карина ну да вот детей им родить и выровнялись это с тейлорами давайте еще кого-нибудь глянем потрите звезду звезда мне тоже патриция а я хотела этих хорсов глянуть посмотрим хорсов вообще на хорсов лучше уже выходить через люси на люси нужно выходить вот так о боже вот это кстати конь не представляете вот такое уже у нас дерево рода достаточно такое большое появилось я не хочу сводить стекелинбургов потому что от этого дерево будет дублироваться и а тут они все разные тут никто не дублируется вот вообще по стекелинбургам вот если даже смотреть чаханов то более-менее все таки нормально у нас мелоди ну как бы ванесса просто сама по себе очень поздний ребенок и от этого все отстает вся ее ветка отстает ну бернард уже почти пожилым тоже дети у него родились поэтому тоже очень отстаем ну лиандр лиандр надо взрослеть я хорсов хотела глянуть сейчас гляну хорсов теперь хорошо на хорсов выходить через люси где у них тут общий хорс эрика нет водка не буду конечно похоже ё-моё это чё за фигня люси для своей дочки родные двоюродные троеюродные что пятероюродная сестра на своей дочери вот о чем я говорю что я не ну вот этого я не хочу что пусты керенбургов было видите два раза у нас летится в дереве рода потому что ее мама и и пятиюродная сестра вот так вот мама и пятиюродная сестра ну что сказать но очень поздние дети у бернарда по идее да им нужен день рождения кстати лиандр уже пора взрослеть там он тот кому он привязан по моему он привязан к этому кошачьему сыну скай сыну по моему он привязан ну короче ему уже пора взрослеть а летится еще кстати нет вот такое вот поэтому я не хочу сводить иногда предлагают стеков сводить давайте лиандра и отмечу день рождения как-то я расстроилась я думала мы чуть-чуть получше выровнялись звезду давайте в следующий раз мы на выходных не будем стеками играть поэтому я лиандр уже повзрослею мы лиандр не крестили вы лиандр не крестили мы лиандр крестим тоддлером и фиг с ним я эту анимацию тоже долго ставить я потом скрин сделаю нет давайте мы его крестим без скрина все сейчас крестим лиандрой до свидания забыла где они живут они живут в каков комарова недельку 2 у них савьера же то есть нет такого надежного друга так все таки хоть и плохие отношения но брат родной я думаю это хороший такой вариант поэтому мы эдварда пригласим эдвард кстати уже второй раз становится крестным отцом он крестный отец вэллы то есть гэллы блин где вот у него такие плохие с братом отношения что я даже его найти не могу этого брата акробата блин эдди пропал нужен умер да по тейлорам мы неплохо выровнялись по тейлорам все хорошо эдвард куда-то подевался вот он надо мне не надо им отношения повышать они сейчас ссоре я просто вызову эдварда люси типа не может и родная сестра родная сестра spring это эмма рыженькая наша это ее старшая сестра эмма у нас старшая у эммы кстати дети такого же возраста как и лиандр они в один день даже родились ну да они теперь кумовья между собой так давайте лиандры сюда вот он маленький все тетя уже пришла сейчас мы возьмем ее в контроль эмма это родная сестра spring у нее не очень она до сих пор как подросток ходит надо будет переодеть у нее так не очень жизнь вообще-то сложилось то есть к сестре ванну принять она живет сейчас с миком который будет бывший телохранитель они не расписались замуж он ее не взял попросите чтобы познакомил они так и не познакомились у них двое детей двое не родилась но мне кажется не очень хорошо живут мне даже так немножко жалко на где переодеть ну она будет лучшей крестной для этого малыша потому что ну как бы опять же ближе никого нет надо выбирать самых близких родственников я считаю у нас такого своего рода крестины сейчас проходят давайте спринг тогда познакомит с сестрой и вот передать и о кстати он может передать его тоже хорошо да и прическу нужно сменить вот она дает посмотри какой миленький а у нее кстати у эммы мальчик и девочка такого же возраста прям в один день сестры родили прикольно получилось это было это было получается 22 стрима подряд стрим по стекелинбургом и стрим по соседям так что он станет его крестной эдвард станет крестным отцом и нам нужно теперь отношения им поднять все говорит забираю домой по мне он очень нравится пляндаль вид не пойду так отношения выбрать уровень отношений дружеские лучшие друзья вот теперь можно его эдварду передать это же отношения по идее можно и между кому кумовьями добавлять ну я не знаю наверное у сестер и так хорошие отношения какие вот вот вам хороший скрин они крестят вот вам кристины со спринг давайте с сестрой сделаем отношение 100 семьянин почему бы и нет небольшое примирение братьев до обида все-таки у себя обиды на эдварда но мстить и прочую фигню конечно не будет делать я думаю что он благодарен что брат согласился крестить я им вот ну до 40 нет до 35 подниму я не хочу просто чтоб они там часто друг другу название были чтоб мы это видели более таки сдержанные отношения и по моему эдвард рад эдвард такой он более спокойный себе все-таки холерик я думаю что он более злопамятный один из подобрее весная в полотенце но такая у нас крестная специфическая давайте мы себе с этой что они походу не знакомы даже просто дружески надо их сейчас познакомить и тоже добавить отношения давайте где-то 55 сделаем чтоб кумовья тоже между собой общались но не в плане например чтобы эмо общалась с эдвардом а чтоб родители малыша общались с крестными родителями своего ребенка и а посмотрите у этой самой у ее хорошее отношение с эдвардом спринг такая день рождения мы хотели отметить тоже день рождения все кристины можно сказать устроили ребенку и теперь давайте сестричек попросим и и буду заканчивать стрим сестричек тортик какой-то вот шоколадный тут о его уже и спать уложили да да леандр эми прическу сменить о боже где изольда спит уже я может быть потом поменяю я скину если что в чат в чат скину вконтакте и в чат скину прическу в телеграм но эмо да правда как ребенок все ходит из нее немножко обидно этот миг который телохранитель такой он оказался жениться он не хочет он знаете просто что с ней сошелся что понимает что ну как бы на две детей заводить на ответственности он не хочет я вообще не удивлюсь если он в один приказ день от нее свалит понял что нужно расплодиться была девушка подходящая даже они не женились вот ее сестре повезло чуть больше ну все бам у них все-таки крепкие отношения так она и ходит в этом наряде так добавить свечей и будем отмечать день рождения вот и крестный пришел ну вот я ему дала задание ребенка вспомнил да ник это который был телохранителем сначала у рафаэлки потом когда марнелло это убили он от него ушел и был у маркизы который сейчас герцогиня маркиза да он в принципе сейчас как бы у нее работает просто что мы решили его расплодить все-таки потому что возраст уже там подходит они сэмой сошлись не очень клеится у них я думаю они разведутся ну эти украшения не дарил усеп она будет и всегда носить так осторожный он у нас был осторожный и стал идеальным младенцем надеемся что-то что-то любознательный конечно любознательный это тот кто наоборот неосторожный все хочет знать ой очки нельзя ни в коем случае нельзя очки худой какой-то не кормит прикольный мальчик но я расстроилась мне кажется он не похож на сева осеп был очень похож на бернарда бернард был бернард был такой смесь лукаса санай вот интересная была внешность у бернарда вот смотришь с одной стороны очень похож на лукаса а с другой стороны вот прям санай в нем приглядывается в кого был лукас кучерявым но это неизвестно в кого то от него пошел бернард все потом наследовал и по мужской линии кстати видите хорошо она идет эдварда не коснулась мальчиком стареть по кстати они они же у нас кто они мало они молодые у нас сегодня вообще что-то это давайте их взрослыми сделаем им пора можно ну как бы себа эдвард чуть-чуть конечно же младше ну просто эдварду надо праздники думаю устроить и пригласить всех титулованных все кто у нас парень простой хотя у себа есть титул лорд но жена его не леди он борд потому что он сын графа и его сын соответственно тоже не лорд потому что этот титул не передается фабиан подарок отправил охренеть эмит отправил подарок на этот брат эдвард подарок бернард фабиан тяна ни хрена не прислала тяна тяна зато внучку прислала сыночку фигу вам вот тебе вот слышишь и зольда видишь вот такая вот тяна твоя любимая ладно я эдварду буду праздник отмечать хочу там титулованных пригласить день рождения такой мы устроить чтобы там всякие крутые приходили все тогда мне кажется мы сегодня много чего поделали напишите мне кого поменять причем кто повзрослел я потом вышлю морды их скрины в чаты чтобы на них посмотрели чтобы не тратить это время на стриме такой прям небе не похож издалека всем пока пока пока